Итак, мы сегодня погрузимся, мы же не сегодня, в течение трех дней в атмосферу непривычную для всех. Потому что эта тема, раскрываться здесь будет, и немногие электора берут у себя смело сочетать эту лекцию, эту семинар, эту тему, тему кармы. Так или иначе, была просьба организаторов вашего города, чтобы здесь прочитать семинар этот. Мы сейчас будем аккуратно-аккуратно к нему погружаться, потому что сама тема кармы очень непростая. Мы будем опираться на первоисточники, которые берутся из ведических знаний, то есть веды дают полное определение этому термину, вообще этому пониманию кармы. Само слово «карма», если перевести так, неси на глубоко, это причинно-следственная связь. То есть мы что-то делаем и обязательно получим воды какие-то. Но вот насколько глубоко это понимание этой связи причинно-следственной, мы будем за эти три дня пытаться оно разбирать. Ну вот такая просьба у меня была от организаторов, чтобы... Потому что многие спрашивают об отношениях, то есть тема отношений, чтобы затрагивалась. Поэтому мы первые две лекции будем разбирать карму. Третья лекция будет посвящена отношениям, но с позицией кармы опять же. Также мы будем в течение этих двух лекций тоже подгружаться в отношениях, потому что эта тема болезненная для всех. Все хотят отношений каких-то, неважно каких, семейных, дружеских, любовных, отношений на работе, со здоровьем отношений опять же. Много разных отношений, если все эти отношения ищут. Но иногда ситуации или условия в жизни не позволяют нам хороших отношений. Почему? Карму. Просто карму не дает и все. Есть разные виды кармы, мы будем разбирать последовательно. Нужно понять такую вещь, почему мы опираемся на ведическое знание. Потому что в других трактатах, в других писаниях подробно никто не разбирает эту тему кармы. Знаете, есть такой синдром студента. Если кто-то учился в каком-то заведении, особенно в медицинском, если вы изучаете какую-то болезнь, вам однозначно придется ей заболеть, чтобы понять, как она действует. То есть, говорится, все студенты в том, что в медицинском институте заболевают всеми болезнями постепенно. Назлечиваться, правда, но сама идея такова. Лекторы тоже самое. Если они читают какую-то тему, они не обязательно попадают в такие ситуации, где эта тема проявляется. Чтобы они поняли, как это работает на практике. Одно дело знать теоретические знания, а другое дело на практике прожить этот опыт жизненный. Так вот, по вашей милости придется нам, вроде бы, не погружаться в законы кармы. Они уже действуют давно, но есть одна особенность. Один из видов кармы, мы потом разберем подробно, смысл его таков, этого закона, что карма перестает действовать. Это очень сложный момент такой, когда в материальном мире перестает действовать карма. То есть ее просто нету. И веды, они дают подробное описание всему этому. Веды дают также философский взгляд на эти все вещи, очень глубокий. Почему веды? Потому что веды раскрывают реальность этого мира, такова, какая она есть на самом деле. Веды затрагивают психологию этого мира, затрагивают какие-то глубинные аспекты нашего организма, например, сознания. Почти, что никто нигде не изучает глубину нашего сознания. Так поверхностно что-то. Духовную реальность мало кто может изучить глубоко. Потому что духовная реальность, подразумевая, человек должен вырваться из представлений материальной концепции, что я, например, тело. Это первая ступень. Это даже не первый класс. Это подготовительные классы в учебном заведении. Если человек хочет погружаться в духовность, изучать духовную реальность, то он должен, перед тем как поступить в этот первый класс образовательный, он должен сдать экзамен, реально понять, что я не это тело. Я не материя. То есть, тело это материя. Но я живое существо духовное по природе. Признак того, что я духовен, заключается в том, что никто из нас не хочет умирать, например. Есть кто-то, кто хочет умереть. Даже если мы понимаем, что так или иначе нам предстоит соприкоснуться с этой, ну, самой идеей, что все равно мы умрем. Но внутри я все равно не буду согласен с этим. То есть, меня эта перспектива не устраивает все равно. Почему? Потому что по природе я духовен. Каждый из нас. Мы духовное счество. Поэтому нас эта философия не устраивает. И в какой-то момент люди, понимая, что всех это ждет, это неизбежно, они все равно остаются спокойными. Согласитесь? Ну, каждый из нас знает, что нас каждого ждет этот момент смерти. Но мы все равно спокойные. Мы же не ходим и думаем целый день. Я умру. Я умру. Нет. Я спокойный. Потому что я, на самом деле, как душа, я не умру. Может быть, тело мое умрет. Может быть, еще какие-то тонкие чувства могут от меня отойти, потому что они могут быть и нужны мне в будущем. Например, в духовной реальности там нет ума. Это функция такая, которая нам нужна только здесь, материал, в мире. То в духовном мире этой функции нет абсолютно. В духовном мире нет чувств грубых, например, теми, которые мы здесь пользуемся. Там, например, нет ушей, нет носа, нет такого рта. Это все грубые вещи, они нам здесь нужны просто. Но в духовном мире этого нет. Человек, который хочет познать духовную реальность, он должен все эти экзамены просто, ну, не просто сдать, он должен знать, ну, как отчим наш, скажем. Это простые вещи. Фундаментальные вещи для человека, занимающихся духовной практикой. Но почему живое существо или душа не может с рождения понять все эти вещи? Почему нужно этому учиться? Вот это как раз причинно-следственная связь, которая тянется с прошлой жизни сюда к нам. Она нам не дает это делать. Она нас заставляет действовать так, как мы и того не хотим иногда. Ну, простой пример. Иногда мы не хотим идти в туалет. Но организм говорит нужно. Например, я не хочу, потому что лекция хорошая. Я хочу сидеть слушать лекцию. Но организм говорит, извини, дорогой, тебе нужно идти. А иначе нужно идти. Вот это карма. Неизбежная карма называется. То есть есть моменты в нашей жизни, не ведомые нами. То есть нету знаний. То есть нам в школах не дают это образование. Учителей этому не учат. Духовные науки учителей не учат. Учит каким-то другим знаниям, но не духовной реальности. И в этом бета современной цивилизации. Итак, что же такое карма? Изначально слово это было расшифровано или донесено до людей таким образом, что карма давала нам понимание такое, что что бы ты ни сделал, ты получишь плод. Или одним словом можно назвать карма. Карма – это работа. Так переводилось значит. Работа. Карма – это работа. То есть что бы мы ни делали, мы обязательно получим плод. Правильно? Мы идем на работу, работаем, получаем зарплату. Это карма тоже. Не важно, хорошая она или плохая. Это просто карма. То есть это плод. Другой смысл этого слова. Карма – это благочестивая религиозная деятельность, направленная на благо всех людей. Перевод слова «карма». Изначально тоже такой перевод. Религиозно подразумевает, что люди живут по законам Бога. Не важно, кому они поклоняются, в какой они традиции находятся, в какой конфессии они лежат, при национальности или в какой они. Это не имеет значения особого. В любой традиции есть законы Бога. И вот эти законы Бога – это и есть религия. Нельзя так говорить, например, «ты одной религии, а ты другой религии». Нет. Веры разные могут быть, но религия одна. Как солнце. Все греют одинаково. Как ветер. Как воздух, которым мы дышим. Тепло. Вот это закон Бога. Он общий для всех. Так «карма» – это как раз является таким механизмом, который позволяет человеку проявить в себе эти качества. Благочестивые качества, эгрегиозные. Чтобы эти качества, эта деятельность, она могла приносить людям благо. Это карма тоже. Но очень много классификаций из кармы. Есть такой вид кармы, который заставляет человека, ну такой вид деятельности, скажем. Который заставляет человека постоянно наступать на грабли. Он сделал что-то, не понял, что он сделал, придет время, он еще раз это будет делать. И еще раз это будет делать. И будет это делать до тех пор, пока не поймет, зачем он это делает. Будет получать плоды какие-то, он будет радоваться этим плодам. Но, вопрос времени, когда ему это надоест. Он подумает, по-моему, я уже это делал. Но, давайте сейчас вкратце немножко разберем один механизм такой, чтобы вам было проще понимать. Потому что наверняка не многие знают строение нашего организма. Например, вот это тело наше грубое, даже и тонкое, неважно. Это тоже плод кармы. Это карма тоже наша. Мы ее наработали когда-то. Мы сейчас вкратце просто разберем строение этого организма, чтобы для вас это было своего рода как путеводительным. Вам будет проще ориентироваться потом в некоторых моментах. То есть, это такое знание, которое вам поможет понять, что вы не это тело, что вы духовное существо. И тогда уже можно будет погружаться в эти элементы нашей жизни. Почему это так происходит, а почему это что-то не происходит так, как мы хотим. Итак, это грубое тело состоит из пяти грубых элементов. Из земли, воды, огня, воздуха, эфира. В совокупности мы получаем вот это тело. И есть такие силы, божественные их называют силы, которые берут вот эти пять элементов, сначала пять грубых элементов. Сочетают их определенным образом, и получается какая-то форма жизни. Сначала оболочка грубая. Ну, грубая оболочка, мы пока про нее говорим. Вот она вот есть такая все, ее никуда не переделают. Называется непреодолимая карма. Кто-то, у кого-то были какие-то желания быть кем-то. Приходит время, это желание сбывается. Так вот, сама карма, она строится на нашем желании. Мы что-то желаем. Потом мы начинаем действовать в соответствии с этим желанием. И потом мы получаем плод. Когда-то мы что-то делали. И в зависимости от этого желания, сейчас мы имеем тела разные. У одних эти тела приятные, красивые, у других неприятные. У кого-то это тело высокое, у кого-то худенькое, маленькое, холденькое, неважно. У кого-то женское тело, у кого-то мужское, старенькое, молодое. Это тоже продукт кармы, то есть продукт нашей деятельности в уме. На самом деле карма начинается всегда в уме. То есть мы получаем плод потом в зависимости от того, что мы поселили в своих мыслях. Мы что-то рос, поселили, о чем-то подумали. И приходит время, и это сбывается. Но первое, что происходит, это желание возникает. Оно возникает в уме у нас. Поэтому карма берет начало из ума. Как менять свою карму? Мы будем это разбирать потом. Как правильно ее устроить, как правильно это мышление свое воспитывать, чтобы оно не было лишним у нас. Потому что карма в любом случае возникнет. Хоть мы даже осознаем, ох, я неправильно что-то подумал. А не важно. Теперь уже назад ничего не вернешь. Плоды придут обязательно. Поэтому нужно быть очень внимательным в наших желаниях. Помимо этого грубого тела, у нас есть тонкое тело. Тело чувств. Тоже тела такие маленькие. Зрение. Пять чувств у нас есть. Сизание, обоняние, слух. Вкус. Тоже часть нашего организма. Помимо чувств у нас есть ум. Многие себя будут отражать с этим умом. Многие будут думать, ум это я и есть. Нету просто знания. Выше ума стоит еще разум. Если кто-то поймет, что я не ум, то на разуме точно он становится. Выше разума еще оболочка ложного яга. Еще тонче. И в основном на ней все останавливаются. Даже если те первые уроки я не могу ждать, но на последнем оболочка ложного я всегда заставит по-человеке. Всегда заставит человека думать, что я тот, кем я не являюсь на самом деле. Я Вася, я Петя, я директор, я папа. Я учитель, не важно кто. Я в центре. Это оболочка ложного яга. Ложная обусловленность. Эти все элементы они материальные, не духовные. Материя, но более тонкая она. Я духовное существо. Только все вот эти элементы, они на меня как бы нанизаны. Попав в эту ловушку, душа себя будет отражать с кем-то. Так вот, вот эти все элементы нам даются, начиная тело и кончая ложного яга, даются нам в соответствии с нашей кармой. Когда-то мы захотели этого. То, что мы это не помним, оно не освобождает нас от этой кармы. Например, немногие помнят, как они в детстве делали какие-то поступки, хорошие или плохие, не важно. Никто не помнит их. Немногие не помнят их. Но они потом принесут плоды. Всегда. Если человек в школе не учился плохо. Когда он выросит, он пожнет эти плоды. Не получит образование высшего. Устроится к ним или простым дворником. Вот придет такой. Поэтому все наши вот эти грубые оболочки создаются благодаря нашим желаниям. И никого не нужно винить в этом. Почему я такой или я такая? Почему я счастливый или не счастливый? Нет. Причина в этом кроется. У меня она эта причина. Я владел этой ситуацией. Неосознанно. Почему? Потому что не осознавал. Не было знаний, как правильно формулировать свои желания. Именно желания являлись инструментом, с помощью которого создается наша будущая жизнь. То есть карма, она имеет ход в такое течение. И она всегда будет действовать из прошлого в будущее. Из прошлого в будущее она течет карму. То есть мы что-то сделали. Настоящий мы пожинаем плод. И пока мы пожинаем этот плод, мы уже формируем свое будущее. Например, нам по карме суждено что-то сделать нехорошее просто. Но у нас есть свобода выбора всегда. От чего зависит эта свобода выбора? Правильно мы поступим или неправильно? Что является барометром нашего правильного выбора? Только сильный разум. Если разум у человека сильнее, он может постепенно свою карму как-то улучшить. То есть разрубить узлы кармические человеку не под силу. И у него нет таких сил. Разрубить. Вернее, распутать. Карма очень хитрая, так она стыдинарщина. Распутать он не может, но разрубить ее может. Просто разрубить немногие могут. Это больно очень. Например, каждый, наверное, испытывал такое чувство, когда вы ждете какого-то плода и не получаете его. Хотя вы считаете, что вы должны получить его. Вы работали, работали, например, вам помещали зарплату. И потом вам говорят, извините, пожалуйста, вот как-то вот так получилось, что зарплату вы не получите просто. Будет очень больно. Почему? Потому что разрывается кармический узел. Болезнь нарвется. И, например, парень с девушкой дружил. Дружили, дружили, дружили. И потом в раз девушка говорит, извини, дорогой, зарплата у тебя маленькая. Не потянешь ты, у меня желаний очень много. Поэтому я пойду другого поищу. Для парня это очень будет больно. Даже и для девушки это будет больно очень. Она уже привязалась потому что к ним. И вот этот разрыв, он будет происходить очень болезненно. Он может быть долго длится даже. Причем вот этот кармический узел, который был завязан, он не развязывается, он рвется просто. Поэтому больно. Это больно внутреннее, не внешнее. Карма строится из желаний наших. Почему мы весьма все наработали какую-то карму, хорошую или плохую? Хотя для душе она не нужна. Ни хорошая, ни плохая карма. Карма заставляет душу оставаться в материальном мире. То есть этот мир, он материальный. Душа будет здесь до тех пор, пока будет карма. Почему же человек не может вырваться сразу отсюда? Потому что желания, которые у него есть внутри, они возникают по одной причине. Каждый из нас стремится к шести совершенствам. Или к шести достояниям. Есть шесть достояний особых, к которым все стремятся. Все. Осознанные или неосознанные, мы все к этому стремимся. У нас возникает желание быть такими. То есть шесть достояний есть, и мы хотим этими достояниями владеть. Я хочу быть таким. И все. Это уже желание возникает в уме. Я хочу. Все. Это желание. Если появилось желание, значит появится время, чтобы это желание сбылось. И чтобы у нас сбылось это желание, человеку приходится прикладывать очень много усилий, чтобы желание реализовалось. К каким же шести достояниям мы все стремимся? Все хотят стать красивыми. Неважно, сильно красивыми или не сильно красивыми. Все равно все к этому немножко стремятся. Тонко очень, может незаметно как-то. Когда он скажет, ну нет, я и так нормальный. То есть это он имеет в виду, что нормально, то есть я и так красивый. То есть мне больше не надо. Красота на всех плечет. Все хотят быть красивыми. Но степень красоты может быть разная. Например, люди смотрят телевизор и думают, ох, какая красивая девушка. Или какой красивый парень. Тоже хочу быть таким. Все. Появляется зависть своя тонкая. Я тоже хочу быть таким. И чтобы я таким стал, то есть желание появилось, для этого нужно время. И это время, оно входит в нашу жизнь определенным таким промежутком временным. В который мы можем, в этот промежуток мы можем туда войти и попытаться реализовать свое желание. Например, что мне нужно, чтобы я был красивым? Подстричься, например, да? Старую прическу, чтобы как-то изменить. Одеть какую-то надежду свежую. То есть это внешние вещи. Но чтобы это сделать, нужно время. Многие думают гораздо тоньше. Они думают, красиво это не значит внешне. Красота может быть внутри. Например, у человека характер меняется. Вот он был скверный характер у человека. Никто его не уважал, этого человека. Потом раз, человек начал менять свой характер. И люди начинают к нему присматриваться, к этому человеку. Все, внутри меняют характер свой. Вот эта красота, она внутренняя. На нее обычно смотрят, на эту красоту смотрят женщины. Глядя на разумные женщины, они, видя мужчину, они не смотрят на его внешнее проявление. Они смотрят на его характер. Также разумный мужчина, по идее, должен присматриваться к внутреннему состоянию женщины. Не к внешнему. Ну сейчас единицы такие. Таких мужчин единицы, кто может попытаться заглянуть внутрь женщины. Обычно все смотрят на внешнюю бабочку. Красота нужна, все равно какая-то внешняя, по крайней мере. Второе достояние, к чему все стремятся, помимо красоты, какое еще достояние? Богатство. Богатство. Да, все хотят быть богатыми. Все хотят быть богатыми. Не важно. Уровень, конечно, разум может быть. У всех свое понимание богатства. Но все они просят быть богатыми. Все, я хочу быть богатым. Появляется желание сразу же. То есть нужно понять, как только в уме появляется вот это слово «Я хочу», имейте ввиду, сразу вы начинаете, вы уже готовы делать шаг, чтобы наработать новую карму. Только появляется «Я хочу». Все, имейте ввиду, все, ворота до кармы открыты. Все, карма начинает, она уже на старте. Она уже учитывает ваши все пожелания. Так, что же он хочет? Все, записал. А потом говорит «Вперед». И все, мы делаем шаги в том или другом направлении. И в это время мы нарабатываем карму новую. Хорошую, плохую, это уже потом разберемся. Но карма пошла уже. Почему люди хотят стать богатыми? Сложный вопрос. А все хотят стать богатыми? Вопрос сложный. Почему? Сразу не ответишь на него. Так же, например, задайте человеку вопрос, что такое любовь. Все ее ищут любви. Но никто сразу вам не ответит, что это такое. Но вот чем длиннее пауза, задумываясь, что вам нужно, тем эта вещь ценней. И достичь ее труднее, значит. Почему всегда стать богатыми? Потому что богатство дает человеку возможность контролировать ситуации и наслаждать свои чувства. Это особый вид наслаждения такой. Контроль – это тоже наслаждение. Самое научное для того – контролировать ситуацию. Так человек нарабатывает себе тоже карму. «Подумал, я хочу быть богатым, что-то контролировать, наслаждать свои чувства». Все. И пошла. Все. И пошла. Нужно понять такую вещь. Как только вы захотите наслаждать свои чувства. Все. Это значит, большая вероятность, что карма будет тяжелая. Наработается тяжелая карма. Еще какое достояние? Мы два разобрали. Третье достояние. Здоровье. Здоровье. Что подразумевает здоровье? Сила. Сила, да. То есть охота стать сильным. Все хотят стать сильным. Неважно физически, морально, ментально, психически. Сила никому не помешает. Все хотят стать сильным. В какой-то степени. Я хочу стать сильным. В том-то, в том-то, в том-то. И все. Если ты хочешь стать сильным, нужно действовать. Следующее достояние. – Интеллект. Знание. Да? Интеллект. Хочу все знать. Я хочу. Я хочу. Да? Все хочу мыслить и знать. Обязательно почему? Почему нет? Более того, это качество души. Она все знает. Это наше естественное качество души. Обладать всем знанием. Раз человек хочет что-то узнать, ему предоставится такая возможность. Появятся книги дома. Появятся люди, которые будут чему-то учить. Появится возможность поступить в какое-нибудь учебное заведение. Сразу, как только я хочу, сразу же. Я в свое время захотел. У меня родители, они в то время, когда я маленький был, они работали в больнице. Папа, водителем работал во скорой помощи. Он в больнице работал. Знаете, как это? Пример такой. Заходит журналист и строится, по-моему, Сэна-Шушинская грязь. Это в какой-то газете писали там. И журналист приходит, и у каждого спрашивают, вы что делаете? Он говорит, я там бетон мешаю, я там гвозди забиваю, я еще что-то делаю. Он подходит к электрику, электрик там провода крутит, что там. А вы что делаете? Он говорит, а я ГС строю. Он прав, к самом деле. Это у меня папа, он работал в больнице. Ну, водителем, правда, он в больнице работал. Мама тоже была в больнице работала, она работала медсестрой. И во мне это тоже где-то отложилось как-то. Я уже потом повзрослел, я ходил и посмотрел на медицинский университет постоянно. Неравнодушный я был в моем возрасте. Постоянно думал, я хочу. Я хочу. Но возможности мне не давалось никакой. Я говорю, почему? Потому что время еще не пришло. Карма уже, механизм кармы запустился. Но по карме мне еще не положено в этот момент было поступать в эту инситуцию. Почему? Потому что есть силы такие у нас внутри, которые контролируют процессы кармы. То есть не всегда карма сразу проявится. Есть один из видов кармы, мы потом его тоже разберем. Который имеет способность затягиваться. Например, вы что-то хотите, хотите, а этого нету нету. А потом, когда это приходит, вам уже это не нужно. Вот мне это уже не нужно, он раз пришел к вам. Думаю, зачем мне это? Ну извините, вот был заказ, извините, что вы опоздали там, но вот возьмите. Есть такое. Я засматривался на этот институт, засматривался, даже попытался пойти узнать, когда экзамены будут вступительные. Но никаких шансов. Судьба меня отводила от него постоянно. Но желание внутри было, я хочу. Потом, прошло время какое-то, и карма догнала меня. Прошло время, она подвинулась, и обстоятельства так сложились, и звезды стали, и планеты стали в определенный порядок. И мне уже даже напрягаться не нужно было, чтобы мое желание сбылось, чтобы я поступил в институт яицинский. Более того, тот институт, в который я хотел поступить, он оказался не совсем привлекательным. Потому что он изучает только грубую оболочку организма. По сути, мне было положено поступить в тот институт, в котором я сейчас нахожусь, он тоже медицинский. И туда нужно было поступать, без всяких экзаменов. Нужно было только сильное желание. Все. Этого мне хватило. Хотя мне сказали, ты не поступишь, потому что ты не пройдешь тестовую программу, ты не пройдешь по разным пунктам, которые нужно будет уже сдать. То есть ты ни по каким пунктам не подходишь, чтобы ты поступил в этот институт. Но мое желание было сильнее, чем все вот эти препятствия. Оно было очень сильным. И карма, как раз соприкасаясь с моим желанием, она реализовалась так, что все потом согласились, сказали, не нужно ему ничего сдавать, пусть идет учиться. То есть желание предопределило мое положение в институте. Я хотел знаний просто. Еще какие качества у нас или достояния? Сколько осталось? Два, да, осталось? Свобода. Нет. А кто хочет свободы? Никто не хочет свободы. Если бы люди хотели бы свободы, они были бы свободы. Посмотрите, весь мир рабы в основном. Рабы своих чувств. Какая же это свобода? Я хочу то, я хочу то. Это разве свобода? Мужчина не видел красивую женщину, это хочу. Это разве свобода? Это рабство. Я хочу машину красивую, богатую хочу. Все, человек попал опять под влияние каких-то обстоятельств. Свобода это совсем другое понятие. Власть. Я хочу, это не свобода. Власть. Отречению многие хотят, отрекаться многие хотят. Как проявляется у нас отречение? Не хочу. Точно. Мне это не нужно. И вот это мне не нужно. Это есть отречение. Многие, конечно, погружаются в лжи отречения. Например, немногие мужчины берут ответственность за свою семью. Я отрекусь. Зачем мне семья? Я и в отречение пойду. Мужчинам проще это делать, потому что их склонность такая. Меньше накапливать чего-то. Потому что у женщин это качество есть, больше накапливать. Размножаться ей нужно, потому что ей мало там однокомнатной квартиры. Может быть, она месяц-два потерпит после свадьбы. Но потом она очень тонко-тонко будет мужу намекать. Давай две комнаты. Он говорит, зачем две? Нам одной достаточно. Вот это его отречение такое. Зачем нам две? Давай просто жить. Одной комнаты хватит нам. Женщина говорит, так, ладно. Она внутри думает, хорошо. Так не получилось, мы в другую позицию зайдем. Она скажет, я беременная. Она подождет, когда это произойдет. А потом скажет уже аргумент, факт, потому что перед фактом поставит. Я беременная. Ты согласен, что нам теперь одна комната мало будет? Ну да. Давай две. Хорошо, две. Давай сразу три, потому что дух еще ритм будет. То есть она сразу же раз-раз его быстро. Ну ладно, он так скрипя, но все равно это сделает. Потому что с силой женщины она имеет особую такую тенденцию давать мужчине энергию. То есть она просит чего-то женщины. Не думайте, что женщины такие эксплуататоры. Дай мне и все. Нет, если она что-то просит, она ожидает силу это сделать. Она просит что-то, хочу трехкомнатное. Ну ладно, и он такой думает, где же взять теперь трехкомнатную? Вот, блин, ну занесла недоркое меня. Ну а внутри потом в какой-то момент почувствует. Ну ладно. Трехкомнатную, трехкомнатную. Что-то надо думать. Начинает думать, думать, думать. Но он не может понять, что силу вот этому мышлению ему дают женщины. Она тоже просто думает за него. Она думает, ищет на тонком плане, и энергия передикает. Называется семейная карма. Они вместе ее отрабатывают. У тебя, мужчина, через какое-то время смотришь, месяц, два, три, полгода, год, раз, трехкомнатно появилось. Мужчина ходит, как петух гордится, думает, что это он все сделал. Это сделала женщина. Мужчина был просто инструментом. Конечно, он тоже играл какую-то роль. Более того, ну как бы, не то чтобы основную, он тоже предложил какие-то усилия. Но причиной тому была женщина. Она давала ему эту силу психическую. Она в девять раз сильнее женщина убивает, психически сильнее мужчины любого. Ну, природа так заложена, так построен этот организм. Еще одно качество. Счастливыми. Все хотят быть прославлены. Все хотят славы. Это медные трубы называются. Все хотят славы. Все хотят, чтобы они хоть немножко знали. Хоть чуть-чуть. Когда человек начинает что-то хорошее говорить. Например, вот у меня мама такая хорошая. И мама будет просто плавать. Когда будет о ней что-то говорить. Дети ему там. Или супруг, например, жене. У меня жена такая вообще. Все этого хотят, чувства. И мужчины так же этого хотят. Все, все, все хотят славы. И как только человек этого хочет, у него возникает это чувство. Я хочу. Все. Карма открывает в это время лабута. Я говорю, давай. Сейчас мы сделаем тебя самым славным. Поэтому наши желания ни на миг не останавливаются. Мы постоянно думаем. Постоянно что-то желаем. И так мы запутываемся словно коконы в паутине в своей же. В шелкопляках. Запутываются в своей уже. В шелке. Так и люди. Просто постоянно желают. И они получат плоды обязательно из своих желаний. Это неизбежно. Такого закон этого мира. То есть этот лабиринт он построен таким образом, что человек с него может выбраться только в случае, если он перестанет желать то, что ему не положено просто желать. И не нужно может об этом думать. Но самому это сделать никаких шансов нет у человека. Все равно будут появляться желания. Говорится желания это подобно волнам в океане. Они постоянно идут и идут и идут. Мы благодаря желаниям живем в этом мире. Наслаждаемся. Мы что-то желаем, получаем желаемое. И вдохновляемся. У нас появляется какая-то творческая сила внутри. Мы хотим что-то делать. Потому что мы получили плод. Теперь нам дальше действовать. Давайте теперь разберем по очереди. Виды кармы. Какие они бывают, что вы, по крайней мере, уже ориентировались. То есть мы понимаем, что карма это деятельность, которая дает нам плоды. Всегда. Что бы мы ни сделали, мы получим плод обязательно. А иначе человек не будет заниматься никакой деятельностью, если не будет плода впереди. Обязательно нужен плод. Так вот, следующий вид кармы называется А-карма. То есть есть карма, которая возникает от того, что мы что-то делаем и получаем плод. Причина-следственная связь как бы такая. А есть А-карма. То есть вот эта буковка впереди А, она подразумевает противоположность. То есть нету кармы. Это деятельность, это тоже деятельность. То есть карма это деятельность. А-карма это то, что не дает плоды от этой деятельности. Это благочестивая деятельность. Это та деятельность, которая позволяет человеку освобождаться на болото от кармы. Например, он всю свою деятельность посвящает не для себя. Он не говорит так «я хочу». А это очень тяжело. Даже если у него появляется это слово «я хочу», то все равно смысл его желания, он не относится к нему лично, к этой личности. Он думает «я хочу помочь другим». Я хочу, чтобы были все счастливы. То есть я хочу что-то сделать, но для кого-то, не для себя. И все, тогда человек не получает плоды. Бескорестные, потому что нет как такового желания для себя, что для себя. А есть такие, ну как бы, они своего рода не действуют, такие люди. Не то, чтобы они вообще ничего не делают. Хотя есть такие люди, может называют, сейчас вспомню. Что-то с паразитами связано, что-то такого нет. Паразитизм. Есть такое. Вот есть такие люди, которые как раз тоже говорят «мы ничего не будем делать». Ну, чтобы карма не думать. На работе мы ничего не будем делать. Мы не будем обзаводиться семьями, мы не будем зачинать детей. Мы не будем работать. Зачем нам работать? Мы не будем брать ответственность за себя. То есть полностью никакой деятельностью не занимаются. Такие люди, они в основном живут... У них нет домов. Ну, потому что человек не занимается никакой деятельностью. Откуда у них будет дом? Чтобы был дом, нужно потрудиться. Как минимум. И все-таки люди, они живут на свалках. Бомжи, вот эти подвалы, помойки всякие. Они как паразиты этого общества. Не хотят работать. Есть такое выражение «нет бедности для трудолюбивого». Такие люди не любят рулиться. Все они проживают жизнь в таких местах. Потом в следующей жизни они получают тела, привидений разных духов там. Многие даже это чувствуют. Что кто-то живет в квартире. Помимо меня всякие, как там называют. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Многие исполнили это. Есть вот такие законы кармы. Не хочешь ничем заниматься, не хочешь не заниматься никакой деятельностью. Тогда зачем тебе это тело? Тебе это тело предназначено для того, чтобы ты трудился. Проносил пользу обществу, семье, себе. То есть что-то делая. Но раз ты ничего не хочешь делать, зачем тебе это тело? Поэтому душа в следующей жизни лишается этой возможности иметь тело. Все, нет никакого тела. Все, она в тонком теле, как привидение, летает, ничего не может делать. Самое страшное, чем она лишается, как думаете, чего? Удовлетворение желаний в какой-то степени да, но какие-то желания все равно она может удовлетворять. Например, она может удовлетворить желание в видимой форме увидеть, как кто-то чем-то занимается, испытывает наслаждение. Они просто видят все. Они могут звуки слышать приятные для них, тоже желание наслаждаться. Они могут видеть, как люди вкушают пищу вкусную. И они будут питаться энергией, флюидами, этими эмоциями. Тоже наслаждаться будут как-то, потому что сами они кушать не могут, что ротов нет. Но только от того, что они будут наблюдать, как люди это делают, они уже будут испытывать наслаждение. Самое страшное, что они лишатся, это общение с теми людьми, которые пытаются вырваться из этой оболочки невежества, получив знания. Они не смогут это сделать, потому что их никто не слышит. Они всех слышат, но их никто не слышит. Они будут говорить, не делай этого, не делай этого. А люди не слышат. Например, есть такие духи в благости. Есть в невежестве, есть в страсти, есть еще и в благости. И в духе в благости они помогают им людям. Человек едет и говорит, он ему так на уху шепчет, не иди туда. Снег по шкафу полезен будет. И раз, и раз, так останусь и все, не пойду туда. Все, на самом деле это его подсказывают, эти духи они не подсказывают. Не делай этого. Ничего хорошего от этого не будет. И многие слушают. А есть наоборот. Негативно говорят, делай это. Давай. Возьми, возьми это, купи. Давай пару бутылок в блоге бери. Зачем две? Тебе еще друзья придут? Давай пять. Еще всю ночь же будем сидеть. Давай бери побольше. Денег не хватает. Давай, надо пиво переходить. Бери пиво. И люди думают, что это они думают. На самом деле это вот такие тонкие существа, они так через ум действуют. Для чего? Потому что они в это время будут наслаждаться этим всем. Это их природа такая, тонкая, грязная, ненужная. И будут находиться там в это время. И пытаться этим всем. Ну а карма, она посвящена, то есть человек ее нарабатывает тогда, когда у него нету чувства собственного, как бы ну, ну, как бы чувства собственности нету. То есть мне, к чему я здесь могу привязаться, если мне ничего не принадлежит? Этот мир, он такой временный, что я как душа в этом мире просто временный. Даже если у меня есть это тело, то это тело все равно мне не принадлежит. Если бы оно мне принадлежало, если бы это тело принадлежало мне, почему тогда у меня нету такой способности сохранить его, чтобы оно не старело, например, не болело и не умирало? Если оно мне принадлежит? Нет, оно мне не принадлежит. Прилет время, оно состарится, болеет и все. Я не контролирую этот процесс. Какой смысл об этом сильно думать? О материи нет смысла глубоко погружаться. Лучше думать о духовности. И у человека, который думает о духовности и занимается деятельностью, которая связана с духовностью, он не нарабатывает кармы. Вот это есть а-карма. Все, нет никакой кармы. Хорошая – это тоже карма. В чем преимущество хорошей кармы? Преимущество хорошей кармы в том, что человек может, благодаря этой хорошей карме, он может прожить жизнь в хороших условиях. У него будут хорошие условия, он будет прямо с рождением. Первое, что он получит, он получит хорошее рождение. Он родится в семье уже богатых людей. Ему не нужно будет думать, где зарабатывать деньги. Вообще об этом думать даже не будет. Он родится здоровым, с рождения будет здоровым. Он родится в хорошем месте. Не родится где-нибудь в тундре там, в чуме таком-нибудь. Нет, он родится в хороших условиях, где будет река, вода будет, водоем чистый будет, где не будет бензина никакого, где не будет этого всего технопрогресса. Где люди будут жить спокойно, умеренной жизнью. Где они могут погружаться в свою духовную природу изучать, пытаться это делать, по крайней мере. Это хорошая карма. Родители будут добрые, благочестивые. Даже если человек родится в такой семье и захочет работать, зарабатывать деньги, он обязательно без напряжения устроится на такую работу, где ему не нужно будет себя напрягаться, он будет получать большие деньги. Эта работа ему будет нравиться, она у него больше всего будет получаться. Потому что это его талант просто будет. Называется буна-карма, мы тоже потом будем разбирать, что такое буна-карма. То есть это хорошая карма. Более того, потом когда человек проживает эту жизнь, благодаря вот этой хорошей карме, он отправляется на райские планеты. И там он наслаждается очень долго, там он уже не работает, он просто наслаждается. Тысяча, десять тысяч, сто тысяч лет, он просто наслаждается, больше ничего не делает. Такой плод хорошей кармы. Благочестивый дитя тут еще занимался. Может строить храмы, например, больницы, приюты разные. Эта хорошая карма нарабатывается. И все. Но теперь какое не преимущество хорошей кармы? Беда в том, что те люди, которые нарабатывают хорошую карму, отправляясь на райские планеты, они обязательно туда отправятся. Потому что это плод, это карма. Карма это то, что я посеял, сейчас я получу плод. Я хорошее посеял, я обязательно получу плод. Посадил семечко, выросло яблоко, вот тебе яблочко. Обязательно будет. Также здесь посеял хорошие плоды, получил хорошую карму, отправляйся в рай. В раю живое, что наслаждается, наслаждается, очень долго наслаждается. Причем это наслаждение в миллионы раз сильнее, чем здесь. Там все законно, все наслаждения, они там законные. Например, там по закону можно употреблять алкоголь. И от этого алкоголя не пинеют и не болеют, как здесь. И не деградируют этого алкоголя. Там очень много чего можно делать, чего мы сейчас здесь не можем понять, как, почему это можно делать. Почему мы не можем понять? Потому что наше мышление, оно узкое очень. Наш мозг работает процентов 5 максимум. Мы не можем понять, что творится на райских планетах по одной простой причине. У нас нету опыта. Мы мыслим только в сфере своего жизненного опыта. На санскрите это звучит так. Я вижу мир через призму своего мировоззрения. То есть у меня есть какой-то опыт, и я свой опыт накладываю на какую-то ситуацию. И, например, если я вам сейчас скажу, что там на райских планетах никто даже не стремится, чтобы выйти замуж или жениться. Там это не нужно. Зачем? Может быть там это есть где-то, но это не так важно. Если вы идете с другом или с подружкой в огнем, чтобы вы увидели другого партнера более привлекательного, вы говорите, извини, там вообще классно, давай, давай, давай. Я буду рада жить. Ты где? У меня тоже здесь живут. О, давай, классно. Это нормально. Наслаждение, потому что. Это плоды приходят. Теперь вы их пожинаете просто. Плоды хорошей кармы. И вы там привязываетесь очень сильно к этим наслаждениям. Очень сильно. Самое высшее наслаждение в этом мире, там оно, его даже не заметно. И он даже там не чувствуется, это наслаждение, которое здесь люди испытывают. Но потом приходит конец этого наслаждения. Потому что карма имеет тоже конец. Карма материальный такой элемент. Конец будет обязательно. Вот представляете, мы здесь к чему-то привязываемся в этом мире, к хорошим вещам, к родственникам. Дети, мы же привязываемся, все равно как-то, да? У вас есть какая-то привязанность. Почему? Потому что мы наслаждаемся от этих отношений. И тут, представляете, приходит время, у всех вам придет обязательно. Вы раз и лишаетесь этого наслаждения. Например, мы воспитывали ребенка, а вот он вырос там до десяти лет. Например, ребенок вырос. И родители очень сильно в этот момент привязываются к нему. Потому что он уже дал особые, как бы, ну, плоды своего, ну, как бы, своих действий, своей жизни вот в этой семье. И все считают его частью своей семьи, себя. Вот он так, он, все от него что-то ждут. Он сейчас должен уже учиться уже более лучшим вещам каким-то. Его сейчас разум начнут рассказываться. Все ждут от него уже чего-то хорошего, чтобы дальше можно было наслаждаться. И тут раз, представляете, внезапная смерть. Представляете, что будет чувствовать себя родители. Это ужас просто будет. Просто ужас будет до такой степени поднят, ну, планку поднимет, что многие даже могут сами умереть от этого. Потому что привязались к этому виду наслаждения. И тут это наслаждение прямо с подносу ушло. А представляете, в раю там наслаждение в миллионы раз сильнее. И вам придется их тоже потерять. Не вам, а тем людям, кто попадает в рай. Представляете, какая там боль была? Эта боль будет в миллионы раз сильнее там. Там говорится, что когда душа приходит в рай пожинать плоды хорошие, то ей одевают гирлянду из цветов неувидающих. То есть цветы не вянут. Они постоянно истощают запах, аромат цветов. Постоянно висит этой гирлянды из цветов на вас. И каждый год один лепесточек падает. Падает, падает каждый год. Но он не заметен. Да и никто даже не смотрит. Говорится, как все лепесточки упадут, жизнь закончится в рай. Беда в том, что там еще не предупреждают. Здесь еще могут как-то предупредить. Там болезнь какая, беда уже. Там уже готовится, может быть. Там этого нету, там никто не предупреждает. Там приходят определенные живые существа, администраторы рая. И говорят, извините, дорогой или дорогая. Ваше время уже подходит к концу. Надо вам отправляться вот туда, на землю. Подожди, как отправляться? Денежки у вас на счету заканчиваются. Все, надо туда идти теперь, на землю. Как думаете, а почему на землю? Почему не дальше? Почему не в духовный мир? Почему вернуться нужно сюда? Потому что карма нарабатывается только на земле. В раю ее не нарабатывают. В воду ее тоже не нарабатывают. Только на земле. Например, вы заработали деньги, идете их тратить. Тратить, тратить, тратить. Раз, деньги закончились. Куда потом пойдете? Обратно на работу зарабатывают. Так же и здесь. Наработали хорошую карму, в раю ее отработали, понаслаждались. Все закончилось, все, денег нету. Говорят, иди, работай дальше. Все, мы сюда отправляемся, обратно? Это очень больно. Сам процесс отправления сюда. Веды его описывают. Веды описывают все. И Веды описывают, как душа оставляет рай и приходит сюда. Теряя все это, у нее как бы нога, как бы земля, из-под ног уходит. У души в это время. У этого тела. И она за какое-то короткое мгновение оставляет свою тонкую оболочку, вот эту, в которой она проведем наслаждалась. И с дождями. Почему говорят, рай на небесах, да? Потому что именно с небес падает дождь. Душа попадает в каплю дождевую, падает в землю. Потом попадает в растение зерновое обязательно. Зерно упадет. При условии, если оно в следующей жизни получит тело человека. В основном. С рая все, кто приходит, получает тело человека. Хорошая карма, потому что. Зерно потом употребляется мужчиной. Это произойдет незаметно. Есть силы, которые контролируют все эти процессы. Ничего просто так не бывает. Все закономерно. Все. Душа попадает через зерно всеми мужское. Потом оплодотворяется женской эциклеткой. И появляется плод. Этот процесс очень быстрый, с одной стороны. С другой стороны, очень долгий. Быстрый для нас. 9-10 месяцев. Процесс этого всего. Долгий для самой души, которая через этот процесс проходит. Этот промежуток жизни очень длинный. Например, если мы думаем, что плод держится в чреве 9 месяцев, а потом уходит. То душа чувствует, что она не 9 месяцев там находится. Она живет там целых 100 лет. В чреве. И мучается в это время. Понимает, что она ничего не может сделать. Она ничего не контролирует. Все эмоции матери переходят к ней. Мама думает, что сделается с ребенком. Квартиры нет, муж ушел. Сама я не смогу его воспитывать. Может оборот сделать. Никто еще не знает, по крайней мере. Представляете, ребенок все это время слышит ее. И он думает, убьет она меня или не убьет. Выживу я или не выживу. Вот так он сто лет там сидит и думает об этом. И в ужасе он просто. Просто в кошмаре находится. Но если хорошая карма, как правило, женщины не думают так. Они очень бережно этот плод охраняют, заботятся о нем. Скормливают его. Эмоции правильные. Питание правильное. Очень важно. Правильное питание для женщин. Правильный режим дня. Очень важно, что ребенок в это время пытается входить в сферу неизученного имя. И то, что мать приведет ему с молоком. Ребенок таким грозит. Хорошая карма, значит хорошо все получится. Тяжелая карма, кошмар будет просто. И так. С хорошей кармой мы разобрались. То есть ничего хорошего там нет. Или есть все-таки? Может быть есть. Да, это даже лучше, чем плохая карма. Да. Если человек занимается духовной практикой и понимает, что любая карма, хорошая или плохая, ничего хорошего не принесет, потому что придется опять родиться. А если ты родишься, значит что обязательно тебя ждет? Обязательно умереть придется. Это неизбежно. Вели говорят, тот, кто родился, непременно умрет. А тот, кто умер, непременно явится на свет. Это замкнутый круг. Так вот, человек, который познает свою духовную природу, осознает себя как душу, он понимает, что этот процесс мне привлекательный. Может быть там есть какие-то вспышки привлекательности, пока я юный, пока у меня есть любовь, пока есть деньги, богатство, здоровье. Это может быть привлекательно. Но потом приходит время стареть, болеть и умирать. Он думает, это уже не привлекательно. Нужно теперь обдумать, нужно ли мне это или не нужно. Наслаждаться каким-то невероятным счастьем, чтобы потом опять это получить. То есть разумные люди, которые занимаются духовной практикой, они обязательно будут задумываться, нужно ли мне это или не нужно. Это позиция разума. То есть не я хочу или не хочу, а нужно мне это или не нужно. Все, если человек это понимает, все, он должен настроиться на том, чтобы не нарабатывать никакую карму, ни хорошую, ни плохую. И при этом он будет жить счастливо. У него все будет получаться, он будет богатым, здоровым, счастливым. Но плоды своей деятельности он не будет себе присваивать. Я даже что-то делаю хорошее, может даже хороший поступок, я не присваиваю себе этот плод. Построил я какой-нибудь приют детский. Но плод я не хочу себе присвоить, я хочу его отдать. Самый лучший вариант отдать плод этот Богу. Мысленно сказать Господь, прими это вот. Это действие как подношение тебе. Ну, чтобы карму не наработать. В Писании говорится, что бы ты ни делал, ел или спавл или какую бы деятельностью ты ни занимался, делай это как подношение мне, Господь говорит там. Отдай плоды этой деятельности мне, Он говорит. И я тебя защищу от всех страданий. Почему Он говорит, отдай плоды мне? Неужели он вбеден в чем-то Бог? Неужели мы что-то не глотаем? Он просит, дай мне плоды эти. Нет. Он просто понимает одну вещь, чего не понимают люди. Ну, в основном, большая масса людей в жизни и в мире, они не понимают кого. Плод подразумевает карму. А карма всегда тяжелая. Даже хорошая карма, она тоже тяжелая. Поэтому Господь говорит, отдай мне плоды из своей деятельности. Это я заберу у тебя эту карму. Как бы они тебе принадлежат, но понесу я их. Они тяжелые очень сильно. Я их понесу, у меня есть силы. Но если ты себе их присвоишь, ты не унесешь их. Они очень тяжелые, эти плоды твоей деятельности. Построил магазин? Давай теперь занимайся этим магазином. Нанимай рабочих, привози оборудование, продукцию. Общайся с налоговой полицией. Плати налоги. Получаешь деньги, трать их теперь. Все, уже будут плоды какие-то. Это же тяжело очень сильно. Многие думают, да я бы не против. Так классно же, магазины имеют. Все то-то, то-то, то-то. Но этот человек думает, до тех пор пока нет этого магазина. Как только появляется магазин, многие за голову берутся. Все, а назад уже не уйдешь. Потому что снежный фонд пошел. Все, цветная реакция. Есть магазин, давай занимайся теперь. У меня очень много друзей, которые постоянно сокрушаются, сожалеют. Потому что они занимаются той деятельностью, которая сейчас им уже не нужна. Но было когда-то желание, и теперь она исполняется. У нас очень много за год проходит разных фестивалей образовательных, там, туристических. Не важно там. Мы путешествуем часто, это просто, ну, так это не видно. На самом деле мы очень много проводим времени в духовной атмосфере, в образовательной. Мы встречаемся где-то, проводятся какие-то ритры и там. И все это проходит на таком уровне высоком. Что люди получают огромное благо от общения в этот момент. От отдыха, например. Сейчас, например, были в воровом йога-фестивале. Четыре дня было. Сняли пансионат на берегу озера. И 200 человек туда, друзей приехало. Просто отдыхать. Просто отдохнуть. Получить образование, позаниматься йогой. Получить какое-то здоровье, опыт какое-то общение получить. Духовно немножко обрасти. Но многие не смогли туда поехать. И у них сильное желание было. Говорят, я не могу. А почему? Магазин. Фирма, она не может без меня. Еще что-нибудь там надо. Мне вот то, вот то, вот все. Так догоняет карму человека. Хочу и не могу. Нужно быть очень внимательным, когда мы что-то желаем. Ну, запишите его. Потому что, иначе я сейчас с темы уйду. Нет, вы потом зададите его. Я просто сейчас с темы уйду, отвечая на ваш вопрос. И могу что-то упустить? Я с удовольствием вам отвечу обязательно. Может, запишите его? У кого возникают вопросы, вы сейчас записывайте их. Можно потом передавать, если вы стесняетесь, задать его в зале. Можно передать потом листочек. И мы просто дочитаем его. Еще вид кармы. Называется ви-карма. Это деятельность. Карма – это деятельность. Ви-карма – это та деятельность, которая неблагочестивая. Например, что подразумевает неблагочестивая деятельность? Неблагочестивая деятельность подразумевает, что я как бы нарушаю законы природы. То есть я хочу какого-то успеха в своей деятельности, чего-то получить. Но я это буду делать в обход законам. Прирога законам, Бога законам, нравственности, морали всякой. Я перейду эту ступень. Лишь бы получить желаемый плод. Называется ви-карма. Плоды всем понятно, наверное. Мы не будем долго погружаться в эту тему. Какие плоды дает ви-карма, если человек нарушает закон? Он думает, что я его нарушу, меня никто не видит. Я пойду закон этот, очень тонко. И меня никто не увидит, я получу плод. Но нужно понять такую вещь. Так как эта карма все равно, она плохая карма, неблагочестивая, то будет обязательно плод этой деятельности. В любом случае. Потому что деятельность всегда даст плоды. Любая. Если человек делает неблагочестивую какую-то деятельность, есть такие силы в этом мире, тонкие силы, администраторы этой вселенной. Дхарма Пала называют их. Дхарма на сансквите это долг или закон. Закон Бога. Дхарма. А Дхарма Пала это те, кто блюдят этот закон. Они все фиксируют. Если человек думает, что я взял и меня не увидел, он ошибается. Многие его видели. Например, воздух видел его поступок. Не нужно думать, что воздух это что-то безличное. Или свет. Это очень тонкие существа, которые владеют этой энергией. И они могут так проникать и все видеть одновременно. Одна личность может видеть одновременно все. И это все записывается в определенных сборниках. Архивы создаются. И потом приходит время. Карма начинает проявляться. Своровал. Сел в тюрьму. Обманул. Сел в тюрьму. Что-то сделал такое, что принесло кому-то боль. Обязательно эту боль получишь. В другой форме. Обязательно. Это неизбежность. Это карма так действует. Что посеешь, что пожнешь. Многие думают, я обманул правительство каким-нибудь налоговым ходом. Чтобы меня не заметили, я отойду от налогов. Это тоже нарушение закона. Пусть он даже может быть и такой суровый закон налогообложения. Он не всегда справедливый. Потому что налоги сейчас дерут. На чем свет стоит. Но, коли этот закон есть в этом государстве, ему нужно следовать этому закону. По крайней мере, вы будете защищены самим же правительством. Вы всегда скажете, я налоги плачу. Здесь вы будете защищены. И правительство, по идее, оно обязано защищать своего налогоплательщика. Но, если вы обходите законы, обязательно вас закон накажут. Может быть, там кто-то вас и не увидит какое-то время. Но придет время, человек станет бедным. Незаметно это произойдет. Придет время, и с ним перестанут общаться. Кто-то, люди, какие-то клиенты перестанут там, с кем он договаривался. Учредитель скажет, ну что, может, мы не будем, наверное, что-то неинтересно с ним работать. Это произойдет незаметно. В предвремя, и все-таки, люди становятся бедными. Очень много таких людей я знаю. Были богатыми и через какое-то время стали бедными. Почему? Потому что обманывали. То есть, деятельность, которая приносит такие плоды, называется векарма. То есть, неблагочестивая деятельность. Человек во время этой деятельности развивает в себе дурные черты характера. Обман, жадность, алчность, ненависть, гневливость. Все, черты плохие в человеке развиваются. Соответственно, он своим характером дурным уже, в котором он себя воспитал, в зависимости от этой деятельности, в которой он занимался, он в себе воспитает определенные черты характера. И эти черты характера, они что делают? Характер наш строит нашу судьбу. То есть, строй материал для нашей судьбы является наш характер. Хороший характер – хорошая судьба. Дурной характер – ну вот так вот. Все от этого зависит. И векарма в человеке взращивает дурные черты характера. Соответственно, судьба становится никчемной. Следующий вид кармы называется прарабдха-карма. Прарабдха, если кто-то пишет. Это такая карма, ее еще называют как ну, проявленная. То есть, это есть как факт просто и все. Например, душа получает тело мужчины. Все это неизбежно уже. Тебе придется всю жизнь жить в третьей карме. Или тело женщины, неважно. Или человек рождается инвалидом. Всю жизнь живет инвалидом. Все это карма неизбежная. Просто перед фактом у тебя уже это есть. Ничего не сделаешь. Своего рода как бы неси теперь свой крест. Вот тебе дано вот это по судьбе. Все, теперь это неси. То есть, своего рода прарабдха-карма, она заставляет нас выполнять свой долг, свои обязанности. Например, ты стал отцом. Теперь будь добр, выполняй свой долг отца. Так же? Хочешь или не хочешь, ты будь отцом теперь. Никак ты сейчас не захочешь стать мамой. Это неизбежно. Будь отцом уже теперь. Выполняй обязанности отца. Мужчины, мужа в одном лице. Так же и женщины. Все, получила тело женщины. Все, будь добра, стань нормальной мамой, стань нормальной женой, стань нормальной сестрой. Просто будь нормальной женщиной. То есть, это неизбежность. Все, это тоже карма на самом деле. Пришла она и она не спрашивает нас, хотим мы того или не хотим. Просто выполняй свой долг. Почему это происходит? Это произошло из-за того, что мы в прошлой жизни наработали это. Мы в себе взрастили черты характера, качества, наши желания. Все это берется в совокупности высшими силами. И нам говорят, плод тебе, плод твоей деятельности из прошлой жизни. Ты жив. Теперь неси это. В следующей жизни теперь неси это. Хорошо, если душа получит тело человека. В материальном мире 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Человеческая форма жизни одна из них всего лишь. Но душа она просто меняет разные тела. В зависимости опять же от кармы. От тех желаний, которые у них были в прошлой жизни. И в этой жизни они проявляются. Как плод приходит. Если человек жил как поросенок. И взращивал в себе качество поросенка. И желания у него были поросящие. То в следующей жизни это все в совокупности вот так возьмется. Скажут, извини, вот тебе прорабка кармы. Плоды кармы. Держи. И душа в это время она думает, нет, 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 нет. Я не хочу этого. Там ей скажут, извини, это твое. Ты заслужила это просто. Другого мы тебе не дадим. Ты не сможешь стать президентом США. Потому что у тебя нет этих качеств. Ты не владеешь этой информацией. У тебя нет благочестия. По карме ты не положен. Тебе не положено родиться в Америке. Или еще где-нибудь. По карме тебе положено вот здесь. А тело у тебя должно быть такое. Потому что у тебя желания были такие. Мы только исполняем твои желания и все. Поэтому вот держи. Так как ты разумом своим не пользовался. Разум тебе не нужен. А зачем тебе разум, если ты не умеешь им пользоваться? Зачем тебе разум? Как пользоваться разумом? Не знаю. Зачем так он тебе нужен? Все, забирают разум. Все, у свиней нет разума. А ум нужен тебе? Ум? Не знаю. Тоже не нужен. Хорошо, забирай. А чувства нужны? Нужны, нужны, нужны. А какое самое главное твоё чувство? Ням-ням-ням-ням. Кушать хочу постоянно. Ням-ням-ням. Все хочу кушать. Все, что не дадите, все съем. О, это как раз. Для вот этого тела. Нормально. Учтем. Пожелания твоё. А все, что хочешь? Спать хочу. О, нормально. Вот тебе. Все по карме придет. Ничего лишнего. Нужно понять такую вещь. Что законы кармы или законы реинкарнации очень справедливые, безукоризненные, очень точные и очень суровые. Есть? Возьми. Иначе будет хаос в этом мире. Всё строго, справедливо, всё вот так оно и есть. Поэтому наша привилегия или наша удача душ, которые имеют тела людей, сейчас взращивают в себе черты характера такие, которые в будущем позволят нам получить следующую оболочку. Вот эту грубую. Но разумные люди, они не пытаются вообще никакую оболочку не получать. Потому что любая оболочка это карма уже. И она заставит нас опять действовать. Получил тело человека, действуй теперь как человек. А если ты начинаешь действовать как человек, ты нарабатываешь обратно карму. В любом случае, хорошую или плохую, неважно. Исключение, если человек занимается деятельностью, которая не связана с этим миром, как с материальным. То есть, он своего рода как бы не привязывается вообще к этому миру. Что бы он ни делал, он к этому не привязывался. Тогда у него есть шанс не получить больше эту оболочку, которая будет опять диктовать им свои условия. Всё, когда нет оболочки, вы не сможете заработать карму. Это тело, это карма. Плод кармы. Есть ещё один вид кармы. Есть прорабка кармы, а есть апрорабка кармы. Эта карма ещё не проявленная. Она ещё не дала плоды. Например, как вы семя садите в землю. То есть, вы уже посадите семя. Но плодов ещё пока нету. Придёт время, плоды влезут. Например, появился ребёнок в семье. И так как родители зачинали этого ребёнка в неправильном состоянии сознания, то есть, сознание было как бы, ну, неблагородное. Ну, в основном, в каком-нибудь наркотическом или алкогольном опьянении. Или просто потому, что захотели расслабиться. В тот раз, в каком-то, в зачатии произошло. То есть, не планировали. Не запланированное рождение как бы. Ребёнок не запланированный был. Сплошь рядом сейчас это. И потом ребёнок рождается. И они, вроде бы, рады и не рады. Ну, ладно, если я что, будем воспитывать. Ну, что, куда деваться. И потом растёт, растёт, растёт. И лет 12, 13, 14, примерно в 14 лет ребёнок начинает давать плоды. Родители начинают понимать, что этот ребёнок нежеланный. Потому что он им приносит одни беспокойства. Он начинает воровать. Очень поздно домой приходит. Либо уже начинает пить, наркотики употреблять. Учиться не хочет. Родители не авторитет вообще. Всё, никаких отношений нет. И родители ходят с такими глазами, с ревущими. Что делать? Помогите. Кто виноват в этом? Подскажите, почему так? Это несправедливость. Бог несправедливый. Начинает плакаться. Вот это как раз та карма, которая догнала их. Она сразу не была проявлена. Потому что когда ребёнок рождается, Любой ребёнок он такой классный. Маленький такой. Такой хорошенький, пушистенький такой. Но пока он себе ещё не даёт знать, кто он там будет в будущем. Маленькие дети не все хорошенькие. Потом, потом, потом потихоньку, потихоньку. Расцветёт сначала цветочек у этого растения. А потом пойдут плоды уже. То есть это тот вид кармы, который не проявлен сразу. Его не видать сразу. Например, тоже многие живут, живут, живут нормальной жизнью там. Ты чего не женишься там? Да, я хочу погулять ещё нормально всё. Я, наверное, не буду жить. Мне так классно. Значит, зачем мне жениться? У меня всё есть, деньги есть. Семья нормальная. У меня мама богатая. Папа там тоже деловой человек. Всё хорошо. Просто карма его очень догнал. Потом придёт время. В плане выстрел в определённый порядок. И не спрашивая ни с того, ни с сего. Появляется женщина на пути у него. Которая просто на него смотрит и говорит. Хочу. Карма твоя. Хочу. Мужчина сразу, ему сразу в глаза, как забегаешь. А он говорит, ну ладно, один раз хочу уже. Ну ладно, хотя бы один раз хочу. И потом проходит день, два, три, четыре. И парень уже привязывается к этим отношениям. Проходит месяц, женщина говорит, я уже беременная. Давай-ка как-то жить теперь вместе. Проходит год, всё, у них уже семья, они растут. Он уже несчастлив. Он несчастлив, потому что он не планировал этого. Счастливы будут только те люди, которые планируют такие вещи. И подходит к этому серьёзно, обдуманно. А когда, если человек не планирует, то вот эта апрарадхакарма, она догоняет человека. Почему? Потому что в прошлой жизни человек так же себя повёл с кем-то. А в этой жизни он получил то, что заработал. А можно вопрос? Сколько у нас времени есть? Скажите, пожалуйста. Сколько времени до конца? Один час. Давайте ещё два вида кармы разберём, и потом оставим время на вопрос. Два вида кармы таких осталось, их тоже нужно учесть. Что если я сейчас начну отвечать на вопросы, у меня есть такая особенность раскрывать такие вещи, которые я не планировал раскрывать. И мы уйдём с этой темы, затрагиваясь другие темы, в общем, может быть тоже нужные, глубокие. Но мы тогда потеряемся на сказать. Ещё вид кармы называется Угра-карма. Угра. От слова ужасная или разрушительная карма. То есть та деятельность, которая приносит всем страдания. Например, человек какой-нибудь организовал виноводышный завод, например. Или бойню, где будут убивать коров или животных, чтобы мясо делать. Или какой-то наркотический, в подвале цех какой-то сделал. Или там начал людьми просто манипулировать, управлять ими в разрез их желания. Просто эксплуатировать, типа рабов как это делать. То есть та деятельность, которая приносит страдания людям. Называется Угра-карма. Очень суровая карма, она очень тяжёлая. Люди, как правило, плоды этой кармы уже получают в этой жизни. То есть если те плоды тех видов деятельности могут не сразу проявиться, может даже не в прошлой, не в следующей жизни, а не через десять жизней. А потом только проявится. То Угра-карма, как правило, проявляется быстро. Потому что страдания заставляют тех людей, которые страдают, на тонком плане, в ментальном положении, в своём ума, люди начинают думать плохо об этом человеке. И их мышление пробивает все оболочки защитной этой личности. Что человек уже в какое-то время чувствует беспокойство. Думаешь, что это какой-то дискомфорт происходит. Он начинает опять прилагать усилия. И всё, тогда законы природы берутся за него по-серьёзному. Всё, человек либо заболевает, либо попадает в аварию, либо в какой-то эпидемии какой-то. В общем, человек страдает сразу же. Многие... Кто-то задаст вопрос, а почему же тогда многие сейчас всё это организовывают, они страдают и живут хорошо? Многие организовали там столько виноводочных заводов, там столько всего правительств, разные чиновники, которые управляют этим этим. Почему же они и страдают сразу? Не страдают, потому что они имели запас благочестивой кармы, хорошей. В этой жизни эта карма хорошая, она перекрывает неблагочестивую карму, как бы нейтрализует её. Но она истощается, потому что благочестивой деятельностью человек не занимается, он не пополняет хорошую карму. Поэтому та хорошая, она просто истощается, истощается до поры до времени. Как только она истощится, всё. Гракарма даст о себе знать сразу же. Я очень много видел чиновников, которые оставляли свои посты, и сейчас они просто бедные, нищие люди. Хотя до этого были заставлены личностями, в обществе. Сейчас они просто простые люди, даже работу найти не могут. Ходят просто и думают, я не знаю, что делать. Ничего не умеет больше. Ещё вид кармы. Гуна карма. Гуна. Гуна, само слово гуна переводится как качество. Например, человек рождается, вырастает и занимается определённой какой-то деятельностью. Она ему нравится, у него всё хорошо получается. Всё это качество перешло к нему, в прошлой жизни, сюда. Вы его пытаетесь научить чему-то другому, а он не хочет этому учиться. Даже если он этому учится, он несчастлив. Вы ему говорите, стань юристом, а он говорит, нет, хочу быть дворником, пристроительным каким-нибудь. Вы ему ещё что-то предлагаете, и он говорит, нет, я хочу вот этим заниматься. То есть, его качество внутри, вот эта гуна карма, она диктует ему условия в жизни. То есть, он становится, например, хорошим просто врачом. Ему не нужны там богатых денег много, там власть какие-то, положение в обществе, слава. Ему это не надо. Он просто лечит людей и счастлив от этого. Ему дают какую-то зарплату. Всё. То есть, качества, которые мы наработали в прошлой жизни, в этой жизни, они с нами же сюда переходят. И всё, и мы что-то занимаемся, какой-то деятельностью, и она нам нравится. У нас как бы, ну, есть интерес к этому. Кто-то любит там в машинах ковыряться постоянно, хотя он человек такого высокого ранга, например. Я знаю такого человека, занимает очень высокое положение в обществе, в администрации. У него и там, и там, и там, где он живёт, это просто немногие себе даже богатые люди могут позволить. Так он найти себе такое место, где ему жить. Ну, на земле имеется в виду. Но, он постоянно вечерами, у него есть такая особенность. Он покупает старые машины, их ремонтирует просто. Ковыряется просто, ремонтирует, разбирается нехорошо. Ничему этому не учится. Просто вот так раз-раз-раз разбирается, разбирается, а потом продаёт эти машины. Хотя у него денег, вот так. Просто вот гуна-карма у него такая. Продаёт, не завышает никаких ценных, так просто сколько вложил, столько отдал. Просто, чтобы быть удовлетворенным. Очень много есть таких моментов, которые мы переносим из прошлой жизни в эту жизнь. И пытаемся на этих, как бы, ну, на этих качествах в этой жизни поддерживать свой, как бы, эмоциональный вот этот тонус. Быть спокойным очень. Или чем-то заниматься, и не мешайте мне. Такое влияние вот гуна-карму. Иногда мне нужно, как бы родители, они должны знать такую вещь. То есть, если у вас появляется ребёнок, попытайтесь понять его качества, которые он принёс с собой в прошлой жизни. То есть, можно сходить к астрологу, и квалифицированный астролог, он может это выявить. Просто откроет городского, посмотрит, скажет, вот у него такие-таки какие-то качества. Прививайте теперь его. То есть, дальше приводим. Не навязывайте ничего другого. Но, свобода выбора всегда остается за нами, и мы можем менять свои качества, мы можем менять гуна-карму. Например, эти качества, они нравятся мне, но мы понимаем, что это качество дурное. Например, ребёнок рождается, он уже с детства там, я сейчас в поезде ехал, и ребёнок бегал по вагону с банкой пива. Маленький ребёнок, ему 3-4 года. Он бегает с этой банкой, там ничего нету права в банку ставить, но он бегает по её и показывает. Он и так встанет перед всеми, и так, и подбежит там, и мимитирует сигаретку как бы с пивом. Всё, это гуна-карма, достала она его просто с прошлой жизни. Поэтому он родился в семье алкоголиков. Эти родители ему с детства уже прививают, давай, алкоголь немножко нужно. Тем более детям, там, от заразы какой-то, от маразы какой-то, неважно, что-то придумает. Всё, и дети, они очень легко, я видел такие семьи, где да, ребёнок бегает по столу, бутылки собирает. Бутылки собирает, недопитые, и начинает их выпивать, тихушку там ленину. Гуна-карма такая, качество такое дурное проявилось в прошлой жизни. Всё, но в этой жизни он может поменять эти качества, перестать это делать. А родители могут привить ему это качество хорошее. Например, если он выявляет качество, например, ну, какое-то плохое качество выявили там, с помощью астрологического. Всё, давай теперь, то есть родители, они договариваются между собой. Давай теперь попытаемся сделать так, чтобы в нём эти качества дальше не развивались, что они всё равно будут проявляться. Ребёнок всё равно будет проявлять их себя. Но если какое-то время родители предлагают усилия и не дают ему возможности привить эти качества дальше, развиться этим качеством, то ребёнок забывает об этом. Всё, он может отработать эту гуну-карму, поменять её, привить к нему хорошее качество, стать хорошим, добропорядочным человеком. То есть гуна-карма, она может меняться. Ну, давайте оставим время на вопросы. Да. 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 В прошлой жизни он приносил беспокойство родителям. Вернее, родители этого ребёнка, например, Дауна, да, они в прошлой жизни приносили беспокойство кому-то. Такие же. В этой жизни они получают обратное то же самое. Всё. И в их жизни появляется человек больной с хищными заболеваниями, дауном или эпилепсией. Кто-то страдает. Люди, у других дети эпилепсией болеют. По карме положено просто быть постоянно в таком беспокойстве. Постоянно думать, постоянно в этом состоянии находиться. Потому что в прошлой жизни сами доставляли кому-то беспокойство. В этой жизни получают. А сам его карма? Так это и есть его карма. Вот это он вывод. То есть, если определённые черты характера, которые он себе дурные развил, приносил беспокойство другим, Всё. В этой жизни он получает тело такое, которое мы будем приносить беспокойство. Это семейная карма. Да, родовая карма. Да, да, да. Да, да, да. Нет, семейная карма. Вот это и семейная карма. Она тоже будет. Многие из нас очень долго будут рождаться вместе. То есть, есть такие моменты, которые, я не знаю, может для кого-то это будет революционно. Ну, тем не менее, это есть. Может я рассказывал даже эту историю. Один раз пришёл человек на консультацию и говорит, у меня проблема. У меня есть жена и двое детей. Я их очень люблю всех. Очень сильно люблю. У меня также есть девушка, которую я тоже люблю очень сильно. Я понимаю, что это грех. Я ничего не могу сделать. Я её люблю и всё. И она меня любит. И она знает, что у меня есть жена и двое детей. И она тоже знает, что это неправильно. И мы ничего не можем сделать. Я говорю, что это проблема. А проблема в том, что мы пошли к одной бабушке к ясновидящей, чтобы она нам помогла решить эту проблему. Как быть? И бабушка нам сказала такую вещь. Ничего страшного там нету. Просто в прошлой жизни буду мужем и женой. А твоя жена в прошлой жизни была твоей дочкой. И вот этот мужчина и приходит и думает, как теперь с этим жить? Как жить теперь с этим? То есть иногда некоторые вещи не нужно говорить прямо так открыто. Чтобы люди просто не готовы. Не готовы такие вещи узнать. На самом деле мы меняемся. В этой жизни может отец, муж, жена. Потом в следующей жизни, если мы долги не отдали друг другу, меняемся ролями. И так мы меняемся. Это водовое как бы такое идёт. Оно постоянно меняется. Но так же веды говорят, если карма отрабатывается, мы можем подобно двум лепесткам, которые попадают в водоворот в реке. Вот река идёт, где-нибудь раз, возле берега такой водоворот небольшой. Два листочка встретились, покрутились, покрутились, водоворот закончился, они растутлись и могут больше никогда не встретиться. Так же наша карма семейная. Мы можем жить одну, две, три, пять жизней, десять жизней, миллиардов жизней. А потом раз разойдёмся и больше никогда не встретимся. Такое тоже может быть. Поэтому не унывайте очень сильно. Вот оно и есть такое. Примите просто как по судьбе и выполняйте свой долг. Вы выполняли свой долг члена этого рода, этой семьи. Попытайтесь. Один мужчина может изменить всю карму семейную. Если он начнёт заниматься духовной практикой, наработает а-карму. Будет получать а-карму, то есть не получать никаких плодов. И один мужчина может разорвать все путы кармической деятельности всего его рода. Все уйдут в духовный мир, сбросить с себя эти оковы этого мира. Долги разные. То есть нужно отдавать быстро долги. Решать вопросы о здоровье и тушить пожар. Три вещи. Для чего? Для того, чтобы не получить карму никакую. Быстро надо от этого избавляться. Поэтому... Какие капитеры они воплощаются? Конечно. Капитеры, конечно, воплощаются. Чтобы отработать, получить плоду. Вы представляете, сколько он воплощений? Представляю. За сколько ему воплощений и в каком воплощении он воплощается? Значит, человек может однозначно воплощаться. А некая грязь будет? Почему? Он, по-моему, будет человеком. Я вам тоже скажу больше, он уже воплотился. В человеческой форме жизни. Не знаю, никому это не говорите, правда. Только вот до вас, до Железногорска. Тяжелая карма. Но он был очень долго в аду. Это для нас какие-то сорок, сколько там, сорок пять? Сколько лет прошло? Пятьдесят. Заблуживающихся. Это для нас это кажется вот столько. В одном он очень долго был. Там другое измерение. Там другое промежуток времени. Там совсем по-другому. Но так как он сумел управлять людьми, такими массами, и его идея, может быть, была не совсем правильной, но его благочестивая карма, прошлое до этого рождения, позволила ему родиться таким человеком, стать таким лидером. Все. И Господь, он очень милостив, он любит всех. Вы не думаете, что Господь меня любит, а Гитлера не любит. Гитлера он так же любит. Он душу любит. Он само тело Гитлера может не любить, но душа там, которого он не любит очень. И он ей дает шанс исправиться. Господь всегда даст шанс нам, каждому справиться. И ему дал шанс исправиться. Коли ты лидер, обществу нужны лидеры. Только теперь будь настоящим лидером. Тогда у тебя не было знания. Теперь у тебя есть знания. Попробуй теперь все правильно сделать. А он получил уже свое. А страдал его, я никому не пожелаю, чтобы он так страдал, как страдал гитлера. Мы думаем, что он тут только убил. Посмотрите, человек делает один шаг. И пока он делает этот шаг, он убивает миллионы и миллионы микробов. А там такие же души, как ему. У них тела просто микробов. Микробы уже о них тоже наслаждаются. У них там есть семьи, дети какие-то, у них там отношения есть какие-то. И вы делаете один шаг, убиваете несколько миллионов семей и убиваете. А чем это отличается от этой смерти и этой смерти? Там душа и там душа. Там есть отношения, там есть отношения. Люди убивают столько животных, бой столько открывают. Там же тоже жизнь идет. У этой коровки у нее есть теленок. В учетке, если не живут какие-то отношениями, и раз человеку моча в голову ударила, надо зарезать. Зачем? То есть здесь как такового отличия нет. Что там убиваешь, что там убиваешь. И получишь покармливание, и те, и те получат покармливание. Это факт. Но будучи людьми такими сострадательными, развивайте в себе качество сострадания ко всем. Это качество мудреца. Не важно, кто что делает. Главное, как мы относимся к этому. Если вы к шатре, если вы воин по природе, защищайте тогда людей. Тогда вы можете сказать, Гитлера, я объявляю тебя в войну и воюйте с ним. Если вы к шатре. Если вы едите, где-то кого-то бежаете, идите и вступайтесь. Но если вы не к шатре, нам надо туда идти. Если вы не воин, идите туда. Да вы не пойдете туда. Гуна-карма вам не даст туда идти. Если вы интеллектуал, вы подумаете, так, бьют того, этот бед, по карме положено. Пусть получается. Хорошо. Если вы как мудрец проанализировали то. Вы за это ничего не получите, никакой реакции. Вы просто правильно проанализировали ситуацию. А если вы увидели такую ситуацию, если вы торговец по природе, вы подумаете, так, надо пойти помочь ей жить. Вы подходите и говорите, слушай, не бей его, я тебе денег дам. Я богатый человек, могу тебе на тебе денег не трогать его. А воин подойдет, а ему морду набьет. А рабочий человек, он подумает, что они там делают, он вообще ничего не поймет. Рукой махнет и уйдет. Попытается ему что-то сказать, он скажет, ну-ка, деться. Он скажет, да-да, я пошел. То есть гуна-карма, он будет диктовать свое внутреннее состояние, чтобы он будет проявляться в этом плане. Еще вопрос? Марк Терезович, она на самом деле, как бы получается, в полной столовой, она на самом деле, у нас общество такое, на самом деле, у них хирургого ремонта, и сама она не цела, более хуйка, и не уходить, и не уходить. Вопрос в чем? Вопрос. Вы смотрите, она цела на себя, вы тоже, да? Она сделала выбор, да? Все у них нужно было так. Ну, по-своему. Вот. И она взяла на себя выбор, помогая. При этом, раз она сильной личностью была, значит, она даже выгла, ну, какие, такие больные, вы заражаться, вытаскивать. Я к чему спрашиваю, потому что она... Вопрос задайте. Просто мы сейчас факты говорили, вопрос. Я и хотел узнать, как, ну, в какой карме, как Марк Керезе, вы как эти сестры, это какая карма, по уровню? Благодарная карма, благочестивая карма, у нее была возможность помогать людям, помогать людям, давать знания. Она отрабатывала карму. Она помогала, она исцеляла, приема каких? Помощь какая разница? Ну, неважно. Сразу и так далее, значит, у нее высокие богаты получились? В любом случае высокие, если она обладает таким могуществом, это факт, но это в любом случае карма. Понимаете, карма, она не спрашивает, святой это или не грешник. Она приходит и все. К ней пришла карма отработать, она должна была вот так. Но она как миссионер шла. У нее была миссия. У нее была миссия просто, все, она вот так шла. Она понимала, что нужно просто эту карму отработать. Все женщины, кстати, не отрабатывают карму. Все мужчины нарабатывают карму. Вот так природа просто сделана. Те отрабатывают, дети нарабатывают. Ну, просто. Вот есть дети, психически нездоровые, можно сказать. Они ведут себя, как зверюшки. То есть в этом теле. Почему они тогда не получили тело животное? То есть если они все равно себя так ведут? Хорошая карма перевысила просто. Перевысила хорошая карма. Может быть, разные вариации могут быть. Надо тут уже индивидуально смотреть. Я вот сегодня тоже ехал, у нас в купе ехала. Девочка, она постоянно как собачка бегала. Тоже 4 годика, она столкала на коленке и в окошко смотрела. А потом мне мама говорит, я уже увидел, несколько раз так взял, и я уже понял, кто она была в прошлой жизни. А потом мама говорит тоже к матцебре. Вот у нее такая привычка есть. Она на нас просит, чтобы мы ей завязали туда шнурочек и ходили с ней по квартире. Вя-в-в-в. Это с прошлой жизнью просто. Хорошая карма появилась. Может быть, знаете, еще что-то? Если собака выполняет свой долг, то есть у собаки тоже есть свой долг, охраняет например. Вот ее долг просто собаке. При этом служить хозяинами. Если собака выполняет свой долг правильно, в следующей жизни она получает тело человека, душа. Стравляет тело собаки, в следующей жизни уже человеческой формы жизни будет. Если собака выполняет свой долг. То есть она, видать, выполняла свой долг, ребёнок, про которого вы говорите, психически больной. В этой жизни получила тело человека, но луна карма тоже идёт с ней. Черты характера собачьи остаются всё равно. Благочестивой кармы может хватить. Или, например, человек прошёл возле такой собаки, святой человек прошёл возле такой собаки, просто погладил её. Этого достаточно, чтобы эта собака в следующей жизни получила тело человека. Просто от одного касания святого. Или вы пищу дадите, освящённую, духовную пищу дадите собачке. Она даже может её не есть, но если она только сделает так. Ну, собаки они жнюхают, да, постоянно. Всё, этого достаточно, чтобы собака в следующей жизни получила человеческую форму жизни. Даже если она не выполняет свой долг. Духовная энергия, духовная пища сжигает тяжёлую карму. И всё, и у неё будет есть такая возможность. Вот такой? Есть вопрос. Есть вопрос. Ага. Они сказали, капля лыжа попадает в мучки. Это происходит по закону, да? Потому что другая капля может попасть, ну, в зерно, а это зерно может попасть по закону свинье, а в другом человек, да? Всё это по закону кармы. Сколько этот урожай не убирает, куда они кидают, и разобьёшься, ну, пойдёт. Все, кто живут в нашем городе, несут тяжёлую карму. Мы все в прошлой жизни решили, потому что мы теперь здесь и несём эту карму. Как грязные души, но как грязные души. Это так? Можно понять такую вещь. То есть свобода выбора всё равно остаётся за каждым. В любом случае, одно то, что мы родились в холодном месте, например, в Сибири, или там Тайга, или там, неважно где, в таких местах, это уже тяжёлая карма. Тяжёлая карма. Хорошая карма, это значит, там, где есть всегда солнце, там, где есть всегда фрукты, там, где есть коровы, есть молоко, где есть люди с хорошими чертами характера, где отношения хорошие строятся. Там, где есть холод, это тамос, или как бы невежество, это тяжёлая карма. То, что вы, как бы, ну, я не считаю, что здесь вы родились, потому что тяжёлая карма. Не факт. Ну, как бы, не настолько она тяжёлая. А то, что вы получили тела людей, это уже, говорит, о многом, хорошая карма. Вопрос, как теперь распорядиться этой жизнью? Вот чё вопрос. Как распорядиться? Не важно, где вы родились. Один святой родился в мусульманской семье. И потом он встретил учителя, который вообще к мусульманству вообще никакого отношения не имел. Никакого отношения не имел. И он принял его духовным учителем, начал культивировать духовную практику, которую дал ему этот учитель. И так как он был авторитетным человеком, этот мусульманин, то все на него просто смотрели сначала. Все не могли понять, почему это так происходит. Он же нормальный образованный человек. Почему он принимает другую традицию? Но, да, его даже избивали. На многих площадях его просто избивали, прямо публично. Царь сам говорил, сбейте его, потому что он не принимает мусульманство. Он говорит, измени веру, это же мусульмане. Он говорит, нет, неизмени веру, но его в итоге потом убили. Но, сам Господь потом за ним пришел, сам Бог за ним пришел, потому что он видел его страдания, видел его преданность, понимание у него было, что он не это тело, как кажется, мусульманин, ты ли мусульманин, где ты там родился. Самое главное, твое внутреннее состояние, твоя мотивация в твоей жизни, что ты хочешь из этой жизни. Если она правильная, сам Господь приходит, он сам пришел, Господь, достал его из воды, его в воду бросили, убили, в воду бросили. Почему? Убить сразу не могли, его убили, били, били. Ну, ему сказали, его нужно было, царь сказал, вы должны его убить палками, на площади публично. Это было где-то 500 лет назад, чуть больше. Они его убили, не могли его убить. И тогда эти охранники, которые его убивали, палачи, они ему сказали, слушай, ты почему не умираешь, а? Ты должен умереть, потому что, если мы сейчас тебя не убьем, нас царь убьет, потому что мы не выполним его приказ. Давай-ка, ты умри уже. И тогда этот святой сказал, что же меня раньше-то не предупредили? Ну, ладно, хорошо, помни, и умер сразу. Сразу умер. Это в архивах записано, в священных писаниях это описывается, эта история, она очень умерла, очень поучительная, реальная история. И когда он умер, его тело вытянули в воду, и сам Господь, потом пришел за ним, достал это тело из воды, оживил его. И этот святой сказал, а, Господь ему говорил, тебе больно было, когда тебя били? Он говорит, нет. А знаешь, почему тебе не больно было? Он говорит, не знаю. Так Господь себе снял рубаху и сказал, посмотри на мою спину. У него вся спина была и сполосованная. Вся избитая спина была. Господь сам защищал его просто. Это было очень сложно понять людям, которые не верят в эти вещи. Но потом этот святой пришел обратно туда, к этому царю. И царь упал в ноги к этому святому. Он сказал, я теперь промену тебя, что ты настоящий святой. И принял. То есть, неважно, где мы родимся, здесь мы родимся. Я не считаю, что этот город прям такой... Я вам больше скажу, здесь люди очень доброжелательные. В многих городах я езжу, и я не вижу таких людей доброжелательных. Очень спокойные люди, умиротворенные. Ну и что, что здесь такая, может быть, атмосфера какая-то тонкая, тяжелая. Не важно. Если вы занимаетесь духовной практикой, не имеет отношения, где вы находитесь. Тяжелая карминь, тяжелая. Ставьте лучшую цель, правильную мотивацию, делайте все. Не важно где. Сильно не думайте об этом, что вы прям такие. А если переехать в теплые места, например, улучшится карма? Карма не улучшается от того, что вы куда-то переедете. Вы можете переехать туда и там страдать. Так, хорошо жить там, солнышко есть? Ну, пусть будет даже солнышко. Вы, например, не получите работу там или еще что-нибудь. То есть, вам по карме суждено испытывать определенные неудобства этого мира или наоборот удобства какие-то. Вы хоть куда, переезжайте, вы все равно не получите. Треть сюда... Уже даже лучше, где родился, там возродился. Если я очень беспокоюсь о брошенных животных, кормлю их. Это плохо. Меня осуждают. В любом случае, хорошо. Если человек кого-то кормит, не важно, животные и люди, это в любом случае, хорошая деятельность. То, что вас обсуждают, это вас проверяет просто на стойкость. Кормить животных тем более нужно кормить. А если это еще будет пища отлухотворенная, эти животные в прошлой и следующей жизни уже могут получить хорошее рождение. Всегда можно со страданием относиться ко всем. Животные или люди, неважно. Кормить это всегда хорошо. Говорится, если вы не можете дать людям возвысить их сознание, информацию, знания к нему-нибудь, помочь им как-то, хотя бы просто пищу дать отлухотворенную, это уже будет огромное благо. Это будет огромное благо. Правда, если вы будете давать отлухотворенную пищу животному, они очень быстро оставят тела, перестанут мучиться о моих телах. Потому что животная форма жизни, она не совсем привлекательная. Она не мучится. Посмотрите, как животные живут. Мучится просто. У меня бабушка, постоянно приезжала, пропроведывала ее. Я раз в год это делал. Приезжали, у меня собачка на привязи сидит. Постоянно. Приезжаю, раз сидит собачка. Пойду поглаживаю, пообщаюсь, как зовут ее. Бабушка говорит, вот так, так. Бабушке 86 лет. Все, я на следующий день готовлю пищу, предлагаю Богу. Кушаю и остатки этой собачки даю. На следующий день собачка умирает. Пища с водорослой, ее освобождают из этого тела, из грубого собачьего. Душа выходит, я думаю, это классно, куча вот уже. Она высотает привязи. Кому приятно на привязи сидеть? Через год приезжаю, опять собачка, другая дата. Опять то же самое, на следующий день собачка стреляет тело. На третий год то же самое. На третий год бабушка подходит мне после всей этой ситуации и говорит, кунычок, ну, я думаю, уже так, кунычок. Странно. Как только ты приезжаешь, на следующий день собачка умирает. Ты, наверное, что-то делаешь с ней, с этой собачкой. Я говорю, да, бабушка. Ну, она знает, чем я занимаюсь, вообще все эти вещи, она знает. Она говорит, а, скажи мне, а что ты делаешь-то? Тебе не жалко? Я говорю, не, я помогаю, наоборот, этой собачке. Посмотри, она отмучилась просто уже. Тело, конечно, там лежит, где-то в огороде уже все уже, но душа она вышла, она уже не страдает. Она ждет рождения, теперь человеческую форму жизни. Пищу, говорю, просто готовлю, Богу предлагаю, ей даю, она съедает, и все нормально. Бабушка говорит, понятно. А ты же и меня еще кормишь, а? Ты, да, бабушка, я же тебя люблю. Но бабушка не умирает еще, потому что у нее больше благочестия, чем у собачки. И у бабушки есть шанс возвысить свое сознание, больше общаться с такими людьми, получать эту пищу духовную, получать еще благо, больше благочестия, потому что. Но то, что она это уже употребляет, и даст возможность в следующей жизни получить либо хорошее рождение человеческую форму жизни, либо зависит от того, что как дальше мы будем, какие у нас будут отношения, возможно, что она может больше не получит, какого тела, кто знает, может в духовном мир будет. То есть это зависит от дальнейших действий, от милости Бога, это зависит от сомнений. Если рождаются двойняшки, они, в принципе, рождаются родной, сын, дверь, родной, мамы, папы. Они несут одинаковую карму? Это ли еще похожее, как нахи, или различить ум? Не совсем одинаковую, как бы, даже двойняшки есть, это разная карма. То, что они родились вместе, это тоже карма. То есть приносить счастье своим деятелям, родителям, такое. Но придет время, они разойдутся. Придет время, когда их апрараб, эта карма настигнет, они разойдутся, у них будут свои семьи, свои какие-то качества будут проявляться, булна карма проявится, обязательно у каждого из них. То есть бывает такое, что даже они живут, живут, а потом становятся врагами. Бывает такое, один живут, потом раз один умирает, другой дальше живет. Но бывает, вместе живут прям. У них даже жены-близнецы, ну как двойняшки, такое тоже бывает. Это карма. Да, это привязанность просто, они привязываются друг к другу. Ни в коем случае нельзя никогда насильно действовать по отношению вообще ко всем. Как в любой ситуации насильно не будешь говориться. То есть, когда человек насильно заставляет человека, поступить как-то, он лишает другого человека свободы выбора. То есть он живет, вот этот человек уже нарабатывает векарму, тяжелую карму. Не совсем, но векарма это как бы не было честивая карма. Потому что нельзя свободу выбора лишать никого. Даже Бог не лишает наш свободу выбора. А то, что вот они свои сходства иногда, ну их путают, они могут заменять друг друга. Это тоже не получается как улучшение законов? Не обязательно. Может как раз покарм не суждено им это сделать. Кого-то обмануть. Помогают друг другу или кого-то обмануть. Например, кто-то их когда-то обманул, теперь они их обманывают. Это покарм не придет. То есть в этом нет ничего такого нормального. не всегда думайте, что инопланетяне это зло. Просто это навязали людям через средства массовой информации или такую идею. Инопланетяне это значит зло. Не думайте никогда так. Почему вы думаете, что инопланетяне приходят сюда, чтобы устроить какую-то здесь войну или что-то здесь набитокурить? Нет, вы думаете, им привлекает этот мир? Они живут гораздо лучше нас. Представляете, они умеют спокойно летать на кораблях, которые перемещаются с одной планетой на другую. Просто без всякого бензина, без всякого топлива, без ничего. У них разум гораздо сильнее, чем наш. Они разуме нас. Не хотят они никакой. Это просто навязано свыше. Это просто навязано этой цивилизацией, чтобы люди боялись этого всего. Для того, раз мы боимся, значит нужно защищаться. А как нам нужно защищаться, нужно оружие. А если нужно оружие, нужны деньги. Поэтому, извините, мы будем брать с вас налоги, чтобы делать это оружие. Чтобы защищаться от инопланетя. Все, вот, пожалуйста, вот они обосновывают куда уходят эти деньги. На вооружение. От кого вооружаться-то? Эти живые существа очень мирные. Они все мирные. Если мы сами злоб к ним не делаем, они никогда к нам не обратятся все равно. Это живые существа высшего разума. Выше, чем наш разум. Сейчас концепция такая есть, что якобы есть реальные инопланетяне, которые от нас не смотрят, как будет растет. А есть злые гуки, которые под инопланетян и стараются злые гущества. Вопрос в чем? Задавайте вопрос. Вопрос в том, что вы как в этом плане как знаете, что действительно это так и есть и лежит. Помите такую вещь, зло, а мы всегда будем в этом мире. Даже помите такую вещь, что материальная жизнь в этом деле это тоже зло. Вот у вас тело человека это зло для души. Что это не ее оболочка. Она живет не своей жизнью, для нее это зло. То есть то, что должна делать душа на самом деле в свое изначальное положение, то есть своего рода как гунна карма, то есть ее качество души, она не может здесь проявить его. И потому из-за того, что она этого не может сделать, это зло. Вот это тело не дает проявиться. Вот это зло. Тело это зло. В основном что-то требует это тело. Говорит, давай корми меня, пойди, теперь одевай меня, в туалет веди меня теперь. А теперь делай то, делай это. Постоянно делай то живое существо, что не нужно делать, это тоже зло. А то, что там в духе есть какие-то, они всегда будут. Это тоже форма жизни такая специальная, чтобы приносить беспокойство людям. Специально, потому что люди в прошлом тоже имели такую форму, тоже приносить беспокойство. А теперь поменялись равнями. К одним они приходят и зло устраивают. Такие духи или привидения специальные. А кому-то они приходят. Кому-то они приходят, потому что ему по карме не положено получать беспокойство от таких духов. А кто-то всю жизнь живет с этими духами. Я недавно зашел в дом, попросил, приходит женщина, говорит, помогите там вынести больного, нам наносил как вынести. Скоро приехал, он не может гонять его, но он вынести. Я когда зашел в этот дом, я столько духов увидел там. Просто их тюма там. Там грязь, воня, алкоголь, петухи. Там столько духов. Вот они приносят беспокойство этой личности. Потому что в прошлом он приносил беспокойство, тоже был духом. Вот они меняются равнями просто, и все. Только роли меняются. Как бы не попытайтесь не смотреть на эту ситуацию, хорошо или плохо. Есть дух, ну и ладно. У него тело просто духа. Но душа такая же, как у нас, чисто безгрешная. Сияет, она все знает, она блаженствия, она хочет к Богу тоже. Но так как по карме и положено быть духом, сейчас она просто здесь находится, в этом теле духа. Поэтому когда, например, если мы заходим в помещение какое-то, ну домой кому-нибудь, или в пустую какое-то помещение, где нет никого, сто процентов там в духе есть. Сто процентов. Первое, что мы делаем, мы хотим помогать этим духам. Не вооружаться против них и думать, что это ах, ты такой, а что будет с собой воевать, там инопланетян, не будешь в воду. Наоборот, несите благо. Дух, ну вот неситесь к ним состраданием. Начните повторять святые имена просто. Слух. И звук уменяет сознание человека. Сознание любой сущности меняется. Только человека. Все, включите в голову духовную музыку. И он духом получит благо. Дайте пищу отдухотворенную. Скажите, что хочешь поесть, пойдем. Вы из дома поставьте эту пищу, пусть поест. Тоже получит благо. Относитесь состраданием ко всем. Не нарабатывайте новую карму. Если вы в рождей, да настроитесь к этим инопланетянам или там этим духом, вы потом поменяйтесь ролями. Это же карма. Я хочу быть против зла. против этого всего. Я хочу просто поставить и воевать с ними. Хорошо? Воюйте. Это хорошо? Это долг? Это хорошая карма. Вы наработаете хорошую карму себе. если вы будете со злом воевать. Во благо чего вы хотите опять же воевать? Какая причина? Мы потом разбираем на следующей лекции. Что у любого действия должна быть причина, почему мы это делаем. Если вы это делаете потому, что вы хотите стать героем каким-нибудь, чтобы вас все уважали, чтобы защитник какой-нибудь. Это хорошая карма. Все, она вам даст плоды. Отправитесь в рай, кто вам обратно вернетесь? Но если ваша идея воевать с этим злом не для того, чтобы прославиться или стать каким-то какими-нибудь, а потому, что вы хотите восстановить принципы религии беззакона Бога восстановили, тогда это хорошая деятельность. Тогда это на самом деле у человека все плохо, хотя он бьется, 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 старается из-за этой ситуации выйти, но не вынужден не вынужден получать. А вот этому человеку вообще как-то можно помочь? Можно помочь, можно молиться за него, можно давать ему духовенную пищу. То есть вы, если хотите помочь человеку, не ждите плода, что это тоже карма будет. Я хочу ему помочь, я хочу увидеть, как он будет счастливым. Не думайте об этом, просто помогите, помолите за него, придите домой, что уберитесь у этого человека, если это старый человек. Если человек гордый, это на самом деле это гордость. Я делаю всем хорошо, а мне никто ничего не делает. Это гордость просто. И все. Значит у человека еще нет понимания, что такое хорошо. То, что он думает, что он делает хорошо, не всегда может быть таковым. То есть нужно рассмотреть индивидуально этот момент, почему. Другой момент. Если она делает хорошо, и получает ничего взамен, это по карме и положено. Потому что в прошлом было все наоборот. В этой жизни она просто отрабатывает эту карму. И пусть благодарит Бога, что Господь создает ситуации и условия и создает, где она может делать хорошие поступки, отрабатывать карму свою. Потому что если она этого не будет делать, тогда она точно заметит, как на нее будут влиять люди, которые будут делать ей все плохо. Потому что сейчас она пока еще не замечает этого. Она тоже привязалась к плодам. Что это я делаю хорошую мне никто ничего не делает. Все это уже бизнес. Все это уже тяжелая карма. Что я себя в центр ставлю. Я в центре. Все это ложное иго значит. Нужно быть аккуратным. Человек, который по-настоящему делает другим добро, он никогда никому не скажет, что я добро кому-то делаю. Будет это таить, чтобы не дай Бог кто-то узнал. Друзья надо так делают. Не просыпаются рано, чем были другие. Берут ведро с тряпкой и умывают весь подъезд. Никому об этом ничего не говорят. Просто умывают и все. И никому об этом не знает. Или например если у вас есть недоброжелатель ваш. Который вы просто ночь не можете переваривать никак. Сам вид вас сразу же раз дрож берет. Хотите чтобы отношения с вашей наладились хорошие? Сделайте для него что-то хорошее чтобы он это не узнал. чтобы вообще никто не узнал. Да и можно молиться Богу. Растительная пища тоже живой организм. Получается что мы и в этом отношении едим живое или нет. В смысле это нормально или нет. Нужно понять да это в любом случае карма. То есть живое это то что имеет жизнь при употреблении оно теряет жизнь тоже карма. Но нужно понять такую вещь растительная пища имеет очень легкую карму. Карма очень легкая тоже карма очень легкая. Говорится если вы срываете растительную пищу предлагаете ее Богу там нету кармы вообще никакой. все пища одухотворяется карма сжигается вы уже не употребляете никакую карму. Более того растение которое было сорвано и потом приготовленное предложено Богу получает огромное благочестие и эволюционирует в своем росте. Может 2-3 жизни и получит тело человека. Это очень благоприятно. Поэтому яблони например или фрукты все овощи они заманивают человека. Обращали внимание дьявол не цветет она на запахи кидает и человек просто раз он думает яблоко классное красивое. Яблони специально это делают чтобы завлечь для чего? Чтобы отработать свою карму привлечь если человек употребляет все тогда сама яблони берет благочестивую карму у этого человека себе берет себе благочестивую карму и все в следующей жизни эволюционирует она заманивает но животное никогда никого не будет заманивать никакая мышка не скажет кошка кошка ну-ка съешь меня нет и никакая кошка не подойдет к мышке не скажет ой дорогая моя я тебя так люблю а можно я тебя так ну не съем нет обязательно что произойдет обязательно должна быть агрессия обязательно агрессия должна быть и обязательно должен быть страх у мышки вот это тяжелая карма если человек употребляет пищу которая была создана путем насилия где была агрессия где был страх смерти где это все было вот это угро карма называется разрушительная карма тяжелая просто поэтому растительная пища она не несет тяжелую кармы дать, последствий никаких нет. Наоборот, это очень благостно. Даже в Писании говорится, в Библии говорится, я дал вам траву со злаками, дающие семя, деревья с плодами, дающие разный плод. Вам сие будет в пищу. Все. Вот, пожалуйста, вам божественное наставление. Употребляйте, вы будете здоровыми, счастливыми, не будете болеть, не будет никакой кармой. Все хорошо будет. То есть, это, ну, пища растительная, она как раз предназначена для нас. Другая пища нам не подходит по определению просто. Мы в институте разбирали, усваивалась ли мясная пища человеческим организмом. Не усваивается. Ни грамма не усваивается. Единственное, что дает, ну, не то чтобы плюс, а, ну, я даже не знаю, как это называется, потому что она на самом деле ничего не дает. Почему люди едят пищу мясную? Потому что вкусно. Ням-ням-ням. Она такая, ням-ням-ням-ням такая вот. А потом уже идут оправдания. Там белок, я же работаю, я же там еще что-нибудь. Это уже потом оправдание от ума идет. Но первое это ням-ням-ням. Все. Вот это привели качество с детства ребенку. А родители, не обладающие знанием, прививают ребенку эти качества, употреблять в пищу мясную продукцию. И все. Ребенок сначала, он, любой ребенок, обратите внимание, у кого маленькие дети, которые только начинают есть, они будут выбирать всегда лук, чеснок они не будут есть. Вот у кого есть, у кого уже был такой вот, поднимите руку. Есть, серьезно. Даже вот я сейчас к Козе ехал, ребенку, да, эта мама купила пирожок там, с чем-то, ну там, и там лук еще был. И ребенок ест, и лук вытаскивает, в сторону ложит. Не обладая знанием даже, просто убирает и все. Потому что интуитивно, он чувствует организм, понимает, я не могу усвоить это. Нет, нет таких функций. Нету таких функций у организма усвоить мясо. Вообще нету. Кислота маленькая. Концентрация кислоты у нас очень слабая, чтобы расщепить мясную пищу. А у животных она сильная очень. У животных настолько сильная кислота, мы даже себе представить не можем. Собака косточку берет так. Вы видели, чтобы собака разжевала косточку до порошка? Нет, она ровно столько укусит эту косточку, чтобы она только пролезла в глотку. Дробанет пару раз. Шесть часов проходит, и от косточки следа даже нету. На рах, и все. Там никакого следа вообще. О кости даже речи никакой нет. Такая кислота сконцентрирована очень сильная. А человек, он простую вещь даже не может расщепить. Даже растительную пищу. Очень тяжело расщепить. На 12 часов это минимум, чтобы пища более-менее кислотой обволоклась. Потом еще 12 часов нужно, чтобы она прошла по всему кишечнику. Более-менее она во что-то превратилась такое. А собаке вообще, это она вон. Собака подошла, он пометила колесо машины бескамерной. Колесо начнет спускать. Постепенно, постепенно. Это все водители, наверное, знают уже об этом. Такая концентрация сильная. Там Господь создал такое тело, чтобы быстро там все. И кишечник очень маленький у собак. Ну, у животных, у агрессоров. Чтобы быстро переваривать пищу и быстро в туалет выбрасывать. Ну, у мужчин, ну, вообще, извиняюсь, мужчин. Ну, у людей кишечник очень длинный. Что-то в 12 раз, что ли, длиннее, чем, или в 24 раза, не помню точно. Длиннее, чем у животных. Очень долго расщеплять нужно это все. То есть природа все продумала. Нам не нужно там изобретать велосипед. Просто делать то, что вот написано в Писании. И закон нужно просто ему следовать. Будем счастливыми. Ну, вот в Библии же написано, что Господь дал питание и птицу ерочки, и животное, и море, что все продукты. Ведь в Библии же это указано. Изначально, в самом первом Писании, там этого нет ничего. Это потом уже пришло. Потом. Когда, да, это потом, когда Моисей, когда водил там 40 лет по пустыне людей. И кормил их манной небесной. А потом они устали уже и сказали, Моисей, дай нам мясо. Моисей не давал. Попила так, полетели с неба. Он не сразу не полетелится. Он сначала пошел молиться Господу. Господь, что мне делать? Я сейчас нарушу твой принцип, который ты говорил в Библии. Как мне быть? Господь сказал, ты должен исполнить желания их. Сам не ешь, но желания исполни их. Что Господь исполняет все желания. Они хотят, дай им, пожалуйста. Дай им, пожалуйста. Просто исполни их желания. Но сам не ешь этого. И он сам не ел. И потом уже люди, сейчас просто такое время, когда люди... Раньше ели тоже мясо. Но мясо ели только избранные, те, кто воевал. Потому что невозможно воевать и не испытывать агрессию. Иначе как ты будешь воевать? То есть любой воин, он должен чувствовать гнев такой, он должен быть. А мясо дает это качество, гнева, агрессии. Любой воин, который защищает своих, он должен чувствовать это. Поэтому они должны употреблять мясо и то. Говорится, можно употреблять только козла. Даже не козу, потому что коза это мать уже. Это можно было. Но сейчас это нет. Сейчас уже это не работает. Хоть козла, хоть козу, не важно. Господь только не разрешал есть свинину. Это написано. Будьте внимательны, просто будьте аккуратными. Понимаете, всегда можно найти хорошую философию для себя. Вот то, что мне нравится, я это принимаю. Вот тут Господь говорит, это нельзя, вот это можно, вот это можно. А вот то, что он говорит, не убей, ну, мне как-то это неинтересно. То, что он говорит, не прелюбодействуй, ну, это тоже как-то вот так, не для меня, может. Да, особо знак, наверное. Для блудников и для блудниц. Тоже говорю, это не надо, не воруй, он говорит, не укради. Ну, понятно, ну, как-то вот. Можно свинину есть, о, вот это для нас. А вот это тоже нельзя, вот это вот. Вот. Поэтому опирайтесь на свой разум. И с разумом просто опирайтесь на него. Если вы считаете, что вам нужна рыба там, или там еще что-нибудь, там, птица есть ее. Если вы в позиции разума понимаете, что вам это нужно, употребляйте это тогда. Но поймите такую вещь. В Писании говорится, в Ведах. Господь говорит там. Предложи мне листок, цветок, плод или немножко воды с любовью, и я это приму. И так же он говорит. Тот, кто есть пищу, не предложенную мне, ест один лишь грех. А потом, сравните теперь сами. Говорит ли он там, предложи мне мясо. Почему? Да потому, что он не ест мясо. И мы должны, цивилизованные люди, есть пищу, опираясь на Писание, которое предложено Богу, только потом самим есть. Нужно понять, что я пищу готовлю для Бога, не для себя. Для Бога я хочу, я хочу его накормить. А потом за ним остатки доесть. И тогда эта пища, духотворенная уже считается, она меняет сознание, духотворяет. Идете в магазин, идите с настроением. Я иду купить фруктов, чтобы предложить Богу. Я иду купить овощей, зерна, чтобы предложить Богу. Приготовьте это блюдо с любовью. Он говорит, с любовью предложи мне это. Приготовьте и предложите Богу. Господь его примет. То, что мы не видим, как он ест, это еще не значит, что он не принял. Что Бог такой совершенному, не надо туда даже приходить. Он просто одним взглядом посмотрит, на эту пищу духотворяется. Все, потом берите и ешьте сами. И ваше сознание духотворяется. Но если вы принесете барана зарезанного, или там свинью, или корову, или еще что-нибудь, и скажете, Господь, вот тебе с любовью. Какая же там любовь, если ты убил, ты забрал жизнь чью-то. Насильно забрал. Господь не примет ее. Тогда вы едите один грех. Вот это карма уже. А мясо это угрокарма. Если что, имейте в виду. А пища, не предложенная Богу, это карма. Может быть, даже тяжелая. А как же раньше приносили Господу баранчина, там очень хорошего, для сожжения, для Господа, и сжигали? А раньше это когда? Ну, когда его истили еще какие-то. Да, Абрамовы. Там просто был один пример такой. Он просто был примером этот. Это был просто пример, Господь его создал. Это пример для того, чтобы мы чему-то научились. Там было два момента. А, Великая, да? Да. Один принес фрукты, овощи там. А другой зарезал козла. Да. Аганцы. И принес, предложил. Господь что принял? Он принял козла. Да, он принял мясо. Почему? А потому что он предложил его с любовью. Он с любовью это делал. А то не принял, потому что тот принес ему, потому что в Писаниях написано. Вот возьми, Господь, ты его так что-то говоришь, держи. Никакой любви там не было. А тут с любовью он принял. Предложил, по крайней мере. Господь не ел это мясо, он просто любовь принял эту. Это просто как пример. Раньше убивали животных. Это раньше, давно еще было. Это еще до Моисея, еще до них. И это делали только исключительно тогда, когда совершалось жертвоприношение. И перед тем, как начать жертвоприношение, жрец или мудрец, который должен был сделать этот ритуал, он должен был доказать всем остальным, что он владеет, или он квалифицирован, он владеет этим знанием, чтобы проводить ритуал. У него есть эти знания. И критерий был таков понять, знающий это бы мудрец или это просто мошенник. Критерий был таков. Приводили козла. Этот мудрец читал мантры или молитвы, ведические. Закалывал козла. Кидал голову в огонь. Из огня появлялся опять козел живой. Либо человек мог появиться. Из огня прям. Все. Тогда считалось, что этот мудрец имеет право проводить огненный ритуал. Все, животное отпускали, оно уходило, все, его никто не ел. Все, он живой уходил. Но если козел не оживал, то этот мудрец не имел права проводить ритуал, потому что он не владеет этой квалификацией. Все, тогда другого звали. И этот мудрец получал карму этого козла. В следующей жизни он опять рождался козлом. Этот мудрец получал тело козла. Покармий, что посеешь, что пожнешь. То есть только для этого были вот эти ритуалы. Чтобы понять, есть ли квалификация. В ведах этот прямо описывается. Есть ли квалификация у человека совершать эти ритуалы. Потому что эти ритуалы огненные несут огромное благо всему человечеству. Один ритуал такой. Бога призывает в огонь. Огонь, Господь в огонь входит. И люди его видят там. Молятся, просят что-то. И Господь все дает за это. Но только квалифицированный мудрец может делать такое. Если ты не квалифицированный, нет смысла тогда это делать. Только наработаешь на чужую карму. Мы знаем историю, да, о репрессии. Очень много логическим людей погибло. Репрессии. Мы говорим на Сталин, да? И при этом это было в течение 30 лет, как минимум. Вот. Какой здесь закон работал? Всегда... Поймите такую вещь. Что бы ни происходило, все происходит справедливо. Самая большая справедливость это то, что несправедливости не существует. Поймите, ничего нету несправедливого. Все справедливо. Просто вы знаете об этом, что там были репрессии, убили там невинных благочестивых людей. Но, знаете ли вы прошлую жизнь этих людей? Почему вы на это не смотрите? Это же карма. Просто пришла ситуация, которая отрабатывается в этой жизни. Помощь вот такой деятельности. Не думайте, что прошлая жизнь это вот вчера и все, и позавчера там, или прошлая жизнь. Прошлая жизнь может вернуть... То есть плоды прошлой жизни могут прийти к вам через миллиарды жизней. Придет, и вы только сейчас их получите. Кто знает, что люди в этом прошлом делали? Никто не знает. То, что они сейчас получили, это просто справедливо. Потому что, если вы будете думать, что они несправедливо с ними расправились, то тем самым вы говорите, Господь, ты несправедливый. Потому что все в этом мире делается по воле Бога, говорится. Пылинка без моего ведома не шелохнется, Господь говорит. Представляете? Пылинка одна шелохнулась, и она шелохнулась по воле Бога, если он захочет этого. Поэтому, если что бы то ни сделали, Господь знает, что это справедливо. Получается, что зло можно любое оправдать, значит, можно старину оправдать, значит, и крестью можно оправдать. А зачем об этом думать, оправдывать что-то? Зачем себе голову этим забивать? Оправдать? Ну, можете оправдать, можете не оправдывать. Это не имеет никакого отношения, на самом деле. Все справедливо. И даже эти войны устраиваются. Казалось бы, что справедливого в войне, да? Что здесь справедливого в войне? Вы знаете, что причина войн кроется в том, что люди убивают животных? Другой причины нет, почему люди воюют. Это уже научно доказано. Год, нет, даже не год, меньше, месяцев 7, наверное, назад или 8, в ООН вышла такая резолюция. Считать мясоедение преступлением мировым и сделать всю планету вегетарианцами. Убийство животных является преступлением. Они выдвинули такую резолюцию, чтобы ее утвердить и потом провозгласить по всей планете. Но многим это было невыгодно. Они сказали, а вы объясните, почему? В чем необходимость такой резолюции? И тогда ученые мужи, более-менее разумные, сказали, потому что мы проследили такую вещь научно. Из-за того, что очень много бой на планете убивают животных, появляются войны. Страдают невинные люди, как бы. То есть причина войн – это убийство животных. Другой причины нет, почему люди воюют. Они обосновали это научно. А те это приняли, те поняли, что с этим никак нельзя спорить. Потому что есть всему обоснования. Тонкие, грубые, неважно. Ментальные, физические, энергетические. Они все это приложили и сказали, вот смотрите, там не глупые люди. И тем ничего не оставалось делать, как хоть как-то зацепиться за что-то. Потому что представляете, сколько бизнеса поломается сразу, сколько людей потеряют, работы, сколько всего. Они сказали, если вы, там, что-то, по-моему, за 10 или за 12 дней наберете 100 тысяч голосов, которые тоже согласятся с этим, тогда мы примем эту резолюцию. Не набрали. Чуть-чуть не хватило. Потому что это было все скрыто. Никто не знал. Потому что у многих нет интернета. Это все по интернету. Должно было, голосование должно было пройти. Но если людям уже так бы без интернета просто сказать, там только пол Индии уже за это скажут. Пол мусульманских стран там, которые находятся возле Индии, они все проголосуют, что не надо никакого мяса единой. Там никто не употребляет эту пищу. Сейчас в Англии в основном все вегетарианцы. Уже почти что никто там мяса не ест. Там с мясом вообще проблемы. Потому что люди начинают разумными становиться. Все, война это причина, вот, пожалуйста, бойни. Если люди убивают на войне, имейте в виду, даже если он благочестивый в этой жизни. В прошлой жизни он докурил так, что в этой жизни пришлось его убить. Что он кого-то тоже убил. Всегда попробуйте, не делайте сразу вывод, почему это так произошло, несправедливость. Попробуйте найти справедливость. Это же разум. Если он это так сделал, наверняка ему покармить-то пришло. Хорошо. Не критикуйте, не это, иначе с вами это произойдет тоже. Есть такое. Один человек, он такой нехороший. Ну, как бы, сам человек хороший, но его мышление было неправильным, нехорошим. А он говорил, Все женщины проститутки, он говорил. Кроме моей матери. А, кроме наших матерей, он говорил. Все остальные, говорят, проститутки женщины. Кроме наших матерей. Я так думал. Как может он так думать вообще? И знаете, что через какое-то время произошло? До меня дошла информация, что его мать стала проституткой. Именно его только. Ну, по сравнению в этом окружении. Поэтому никогда не торопитесь делать такие выводы, как бы, опираясь на свой, как бы, опыт этой жизни. Потому что наш опыт, он такой узкий. Что мы можем понять в этом мире своим узким сознанием? Очень мало от чего. И мы пытаемся измерить там, что такое глобальное, своим маленьким, знаете, как это, цапля. Ходила по берегу, пиявок ловила. Ловила, ловила. И тут раз приземляется на воду лебедь, красивый. Царь птиц, лебедь. И цапля увидела лебедя, говорит, слушай, ты что за птица? Он говорит, я раджа хамса, то есть царь птиц, царь лебедей, в общем. Хамса это лебедь. Он говорит, ты, наверное, спустился с какого-то места, которого на этой земле нету. Наверное, с рая прилетела. Такая царственно красивая птица. Он говорит, да. А как там в раю? О, мне сложно описать, как там в раю. Там столько воды. Там столько кувшинок. Там столько красивых озер. Там столько красивых птиц. Там очень красиво, очень красиво, очень красиво там. И цапля говорит, да. А пиявки там есть? Нет, пиявок там нету. Да какая же там красота тогда? То есть это мышление как бы лягушки. Лягушка в колодце сидит и думает. И спрашивает у другой лягушки, которая видела море. Ты что, море видела? Да. А какое оно? Ну не знаю. Ну примерно как оно? Большое оно? Большое. Ну сколько колодцев там? То есть пытается колодцами измерить океан. Так же мы. Мы можем иногда тоже опускаться на такой уровень. Своим как бы мировоззрением оценивать какую-то ситуацию, которая нам не по силам просто. Если что-то происходит, внутри поймите, это справедливо. Культивируйте в себе это качество. Смирение, сострадание. Ничего, это все справедливо. Иногда можете вмешаться, если вы считаете, что вы можете как-то вмешаться в эту ситуацию, помочь кому-то, но все равно считаете, что это справедливо. Даже если вы мешаетесь и вам там шелбанов наставят, тоже справедливо. Можно вопрос? Вот вы сказали, что дети очень разборчивы в еде. А если маленький ребенок не ест то, что ему предлагают, а бежит в кошачьи миски, хватает там проклет, грубо говоря, и начинает есть жанру. Это качество, гуно-карма. Гуно-карма с прошлой жизни просто. Это качество, нужно поменять. Попробуйте это качество поменять. Попробуйте переменять. Ребенку не предлагается мясо, рыба, вот это не предлагается. Оно бежит в миски кошачьи, хватает? Да, вот это называется плоды неправильного зачатия. Ведоописывают, если человек неправильно производит зачатие, привлекется душа очень низкая. Вернее, душа сама привлекется нормально, качество души, вот это, качество живого существа, которое он в прошлой жизни развил, очень низкие привлекутся. Это описывается, сейчас скажу вам, в какой книге даже, в священном писании. Шримад Бхагава, там, третья песня, по-моему, вторая часть. Там описываются процессы зачатия, как происходит зачатие и как души привлекаются. Например, если вы не вовремя это сделаете, есть время специальное для зачатия, то есть всему свое время. Время есть, время отдыхать, время спать, время работать, время начинать детей, всему свое время. Если это, например, законы Бога, время — это энергия Бога, самая сильная сила — время. И если человек не соблюдает законы времени, и что-то делает не вовремя, получит плоды, если человек не вовремя зачатие производит, еще не в правильном состоянии, может, в пьяном, или просто в таком, наслаждался просто, чтобы так, то душа привлекется обязательно низкого качества, как бы, ну, ее характер будет. Придет, и она потом будет доставлять беспокойство. Потому что сам акт зачатия — это очень и очень сокровенный акт, очень тонкий, очень чистый должен быть. Представляете, вы даете жизнь душе, ну, личности какой-то, живому существу, который сможет за одну жизнь добиться того, чего он ищет. Миллиарды, миллиарды жизней бывает. Живу существу, миллиарды жизней в этом мире рождаются, чтобы вырваться с этого лабиринта рождения и смерти. И у вас есть шанс помочь душе прекратить эту череду рождения и смерти. То есть очень такая ценная вещь. Настолько ценная, мы даже себе представить не можем. И если люди, они там безаларберно относятся, поймите такую вещь, очень много духов, привидений разных там, с низким качеством, люди, которые не имеют пока тело, они ждут этого рождения. То есть им нужна человеческая форма жизни. И они не могут его получить, потому что не хватает благочестия. Но по законам Бога, люди, которые зачинают детей не в правильном состоянии, не в правильное время, не в нужное время, они рискуют получить себе детей с такими качествами характера. В их семьи входят эти личности, они начинают проявляться в том. Но вы можете изменить их карму, гонокарму. Прививайте просто. До пяти лет, говорится, ребенок царь, после пяти дней, будьте строгими с ними. Пожалеешь палку, потеряешь сына, говорится. Не надо быть под палкой, прям бить его, строго будьте, очень строго относитесь. Другой момент, разбежит кошачьи миски, уберите кошачью миску. Тем более, если она на кухне. Животные не должны на кухне, на кухне питаются люди, животные питаются в других местах. Найдите специальное место, чтобы они не скверняли. Животные скверняют всегда свое место, где они находятся. Попытайтесь для них отдельное место сделать, чтобы тем более дети не видели. Дети, они любят подражать. Они любят играть в игры, где они говорят, я собачка, я белочка, я лисичка, я коняшка. И тут они увидели, о, я был собачкой, или там киской. О, раз она там есть, я тоже там могу. О, он прибежал, ням-ням-ням. Они очень такие, отреченные дети. Им без разницы, они не привязаны, они себя ни с чем не отражают. Еще чистое сознание. Ну, это нормально, что там поел, что там поел. Какая разница, там пища не предложена, там пища не предложена. Там Богу не предлагают, там не предлагают. Хоть то есть, хоть то. Разницы большой нет. А какое время проявление для зачатия? Зачатие с часу до двух, где-то с двенадцати до двух, вот этот период для зачатия. Ночи имеется тут, извиняюсь, ну, ночи. Правильное состояние сознания должно быть, это самое главное. Не так важно даже время. Оно важно время, но состояние сознания правильно. Если вы будете вовремя начинать и в пьяном состоянии, то какой смысл никакого нет? Правильное состояние сознания. Год должны и женщина, и мужчина держать целебат. Одно из правил. Чтобы плод был хорошим, здоровым, чтобы личность пришла необычная, которая принесет вам счастье всему вашему роду, не только вашей семье, всему роду вашему. Употреблять женщине больше молока, пить молочной пищи, есть больше. Чтобы ее гормональная система была просто совершенной, чистой, хорошо работала все. Почему? Потому что молоко это олицетворение любви. Корова дает молоко только из-за любви. Молоко, оно пропитано любовью, энергией любви. Говорится, это религия в жидком виде, в Писании. Женщина должна больше молока есть, употреблять пищу перед зачатием, за год, за полгода, не важно, как получится. Тогда личность придет необычная. Тогда вам прямо с детства одно только зачатие, когда только произойдет зачатие, женщина уже почувствует особую благодать внутри, как будто внутри, что какое-то солнце горит приятное. И у нее не будет никаких болезненных ситуаций, никаких там схваток, никаких тошноты, ничего не будет. Она будет в радости, постоянной. В это время женщина становится самой красивой за свою жизнь, внешне и внутренне. Три раза, говорится, женщина становится красивой особо. Первый раз. Женщина знает, наверное. Когда вы самая красивая? Тогда влюбляетесь. Первая любовь, когда первая вот именно, когда вы первый раз влюбляетесь, в это время женщина очень красивая. Потому что энергия счастья, любви, она меняет все сознание ее, тело меняется даже. Второй момент. Когда она забеременела первый раз. Вот эти 9 месяцев вот эти, она очень красивая становится. Посмотрите внимательно на женщину, если она привлекательная, такая хорошая, ласковая, голос такой, поймите, значит она забеременела просто. Если она так чувствует себя хорошо, прям все там радость, все, значит есть плод. Причем этот плод хороший. Но если она ходит угрюмая, о, забеременела, все, значит там демон у нее. Все, значит душа какая-то демоничная пришла. Принесет очень много беспокойств. И семье, и роду всему. И третий раз, когда женщина становится красивая, когда она становится бабушкой. Она цветет необычно в это время. Она необычна, у нее нет. В это время мужчины, они не смотрят на тело женщины. Они другую красоту видят в ней. Женщина себя чувствует матерью в это время. Более того, бабушка считается в этот момент второй матерью. Она как мать, потому что у нее больше опыта воспитания как ребенка. То есть она в это время проникается в это. Она думает, что я сейчас самое главное здесь. Потому что моя дочка, она еще неопытная пока, она еще пока ничего не знает. А я это все могу, я сейчас покажу. А ее творческая энергия, она поднимается вверх. Все, она становится естественной, такой красивой женщиной. Можно и обратно. Вот в христианстве получается мы молимся вначале за себя, а потом за грехи своего рода. потом дальше значит благодарим и просим благословения. Я так понимаю, что какие-то взаимодействия кармы и молитвы тут тоже происходят? Конечно. Это всегда молитвы. Нет, в любом случае. Просто поймите такую вещь. Молиться нужно уметь правильно. Это целая наука молитва. Что самое главное в молитве? Самое главное в молитве это эмоции. Какие вы эмоции в этот момент испытываете? Ваша эмоция. Господь смотрит на вашу эмоцию. Очень много людей приходят в церкви, в мечети, в храмы. Приходят просто формально. Пришли, пойду в церковь, скажу, потому что надо. Вот пришло время, воскресенье, когда еще приду. Приходят, берут свечку или универ, это не обязательно христианство может быть. Приходят формально и все, и уходят. Там Бога даже нет. Он даже не слышит ничего. Он не реагирует на это. Эмоции, потому что нет. Представляете, ваш ребенок приходит к вам и так просто так, нейтрально вообще. Мама, как дела? Я проголдался, дай поем, ням-ням-ням, и ушел. Ну так, без эмоций это все сделал. Испытает родитель счастье от этого? Нет. Какой смысл в таких отношениях? Эмоция. Самое главное это эмоция. Какую вы эмоцию испытываете в это время? Это один момент. Другой момент. Когда вы приходите в храм, беда в том, что мы сразу чего-то просим. Всегда мы чего-то просим. Какой смысл просить у отца или у матери что-то, что они пока считают нам ненужным это давать? Все, что нужно, родители уже дали нам. Все, что нужно, нам уже дается. Какой смысл выпрашивать у родителей то, что мне пока не положено? То есть нам на самом деле Господь уже все дал. Все, что... Люди приходят и говорят, Господь, дай мне денег. Господь говорит, глупец ты, я тебе все дал для того, чтобы у тебя были деньги. Я тебе дал тело, я тебе дал разум, я тебе дал интеллект, я тебе все дал. Заработай денег, какие проблемы? Я же тебе все дал для этого. Нет, просто дай денег. Какой смысл? Ты меня не оценишь тогда, будешь ходить постоянно просить у меня линия. Постоянно что-то просим, дай и все, дай и все. Это тоже не молитва. С одной стороны, это хорошо, лучше у Бога просить, чем вообще. Хоть такие отношения есть, чем вообще никаких. Но первое, что должен сделать человек, когда он приходит в храм, что он должен сделать? Он должен прославить Бога. Это самое главное. Потому что он нам столько всего дает, он нам столько всего дал, и здоровье, и тело нам это дал, и разум, интеллект, друзей, семью, работу там. Не важно, он столько всего дал, как не прославить его. Это самое первое, что мы должны сделать, прославить, славьте Бога, слово славяне, те, кто славит Бога. Не важно, в какой вы традиции, в христианском, мусульманском, если вы славите, вы славяне, значит, вы славите Бога. После того, как прославили Господа, ему это очень нравится. Кому не нравится, когда вас прославляют? Все будут рады, что классно, обо мне говорят сейчас, ого. Но Господь, он очень сильно реагирует на это. Если мы реагируем так, как там, то он вообще реагирует мгновенно на это, когда вы прославляете его. Бескорыстно, опять же, с эмоцией, не так, а, пойду прославлю, Господь, какой ты хороший, сейчас я у тебя денег попрошу, а вот, а вот, сейчас я у тебя и живу. Эмоции, какая эмоция будет? Нет, попробуйте искренне прославить его, по-настоящему. Беда в том, почему люди не славят Бога искренне, потому что они не знают его качества. Обычно же прославляют за качество, же там, человек или кому-нибудь, какие-то его качества, а люди, они не знают качества Бога, и поэтому у них нет понимания, что его нужно как-то прославить. Тем более, они не знают, кто он такой, как он выглядит. Потому что нужна же эмоция, если я прославляю, я прославляю, кого я прославляю. А тут у людей, как бы, в невежестве находятся, нет знаний. Ну, чего прославлять тогда? Слава тебе, Господь, тайный пер хлеб насущный, устал уже. Нет, искренне надо все делать. После прославления, что идет потом? Благодарность теперь идет. Теперь можете благодарить Господа за то, что Он вам столько всего дал. Одно то, что Он дал вам возможность прийти в храм и помолиться, как за это не поблагодарить Его? Это же Он дал нам возможность прийти в храм. Дал нам здоровье, что мы сейчас спокойно дошли, что нам кирпич на голову не упал, или там авария не произошла какая-то, или там печень не схватила, или инсульт какой-нибудь. Дошел же я спокойно до храма. По милости Бога. Все, поблагодарите Его, пожалуйста. То, что Он вам давал, хлеба, еды, отношения каких-то, поблагодарите. Тоже эмоции. Все, потом можно рассказать о своей какой-то проблеме, но еще не просить. Просто расскажите, в чем у вас, в чем у вас, не то, что нужда, а вот у меня вот такая есть проблема, Господь. Не могу рано вставать. Вот хоть убей, хочу спать и все. Что такое происходит? Не могу. А ты в Писании говоришь, рано вставай, и я тебе дам. Встань раньше солнца, Он говорит, и я тебе дам. Встань раньше солнца, и ты меня увидишь. Очень много, Господь говорит, встань рано. Вы приходите, говорю, Господь, не могу встать. Вот искренне моли, вот это искренняя молитва. Ну, не могу встать я. Не могу я от мяса отказаться, хочу его. Ну, заплачьте даже, но он это увидит. Почему люди от мяса не могут отказаться? Потому что есть желание. А Господь может это желание забрать. Вот раз я и все, я не могу есть мясо. Как бы хочу, оно не лезет. Все, Господь забрал у вас вкус этот. Он забирает его изнутри, потому что он уже в сердце находится. Берет и забирает у вас это желание. Все, вы раз уже не едите. Вот, тот, кто начал заниматься духовной практикой, изучать веды, и потом раз как-то не хочется мяса уже. Есть здесь кто-то есть? Ползала почти что. Просто вот оно раз как-то само уходит. Вы не прилагали никаких усилий при чем? Ну, просто раз не хочу и все. Это Господь из сердца услышал ваше искреннее намерение заниматься духовной практикой. Берет и забирает. Угра карму. Сам. После того, как вы поплакались ему, сказали, что вот не могу, не могу. Вот теперь можно что-то попросить. У кого как не у Бога можно что-то попросить? То он-то только нам удает все. Но только сформулируйте правильно свое желание, иначе опять будет карма. Сформулируйте правильное желание. Господь, дай мне вот эту вещь, или дай мне вот такую ситуацию, или дай мне возможность, чтобы я попробовал развить отношения с тобой еще сильнее. Для этого меня дай. Не для того, чтобы я наслаждался. Не для того, чтобы моя семья там с голоду не умерла. Дай мне это. Нет. Ты само собой дашь все это. Ты же мне только и даешь. Отдай мне это для того, чтобы я попытался сделать еще качественнее свои отношения с тобой. Чтобы я приходил в церковь, молиться тебе или в мечеть там. И я хочу увидеть тебя. Не просто я говорю в стену какую-то там, непонятно. Я хочу увидеть тебя. Почему нет? Имею же я право, я же твой сын, или там дочь твоя. Я хочу тебя увидеть. Давай показывайся, выходи из этой колонны. Почему нет? Бога нельзя ни в чем ограничить. Не думайте, что он какой-то такой неприступный. Сидит там где-нибудь на троне, там где-нибудь в небесах с трезубцем, старик с бородой и не дает ему. Нет. Самая совершенная личность, представляете, самая красивая. Он обладает вот этими всеми шести достояниями, которые мы перечисляли до этого. Самый богатый, самый сильный, самый красивый, самый отреченный, самый всезнающий, самый славный. Он обладает этим всем. Представляете, самый красивый. Как вы его не хотите увидеть? Просите его, он откроет себя. Но сначала проверит, искренне мы это хотим или нет. Просить нужно обязательно. Отношения построить с ним. Он ждет этих отношений сам на самом деле. Постоянно их ждет. А мы приходим с мелкими какими-то желаниями. Дай, да дай. Но он дает, конечно. Но отношений-то нету. А мы же все отношения ищем. А с ним они самые сладкие, эти отношения. И потом, когда уже в вопросе, я видел, как одна женщина общалась с Богом. У нее отношения такие родительские с ним. Она как мама, а он как юный, юноша, в общем. Он уже самый красивый, а самый красивый, это значит юный. То есть, юный возраст, это самый красивый. Такое тело у Бога, оно юное на самом деле. Оно самое красивое, по определению просто. А она уже пожилая женщина, ну, где-то под 60-е была. Но она очень верующая. Она настолько глубоко погружена в эту духовную практику, что вот эти все ясновидящие, экстрасенсы, они просто отдыхают с тем качеством, которое проявлено у этой женщины. Она приходит, и ему, она его прославила, поблагодарила, а потом сказала. Она его просто ругала, как мать ругает сына. Причем она это искренне делала, очень, с эмоциями. И люди, которые были, не готовы, они смотрели, ничего себе, как она так с Богом разговаривает. Она к алтарю подошла, и там такое, как мать, просто читала его. Зачем ты это делал? Почему ты тебя так ведешь? У меня нет времени на это с тобой возиться. И как мать, просто вум-вум-вум-вум, где-то минут пять вот он на чем свет стоял. От сердца. А потом в конце опять прославила его, поблагодарила, сказала, не делай так больше. И ушла, спокойная, счастливая. Все. У нее такие отношения. Никто не имеет права запретить человеку строить отношения с Богом такие, как он хочет. Не ограничивать нельзя. Бога ни в чем ограничивать. Потому что он доступен для всех. Вопрос, какие мы отношения строим с ним. Если мы боимся, думаем, что Господь, им какой-то надо его бояться, страх там какой-то, тогда строите такие отношения. Значит, не грешите, иначе получите попу перемен. Он страшный, потому что Бог сразу накажет. Строить отношения нужно такие, на которые вы сами готовы пойти. То есть, молитва, она должна быть такой, с эмоциями, очень искренне. Все, Господь, он всегда ответит. Не нужно бояться. Сын никогда не должен бояться к отцу идти с искренней проблемой. Потому что, кто как не, как отец поможет сыну. Ну, и как родитель, любой. Аборт вообще неправильно. Никто не имеет права убивать. Ну и что? Это у него тело может демоничный характер, демоничный будет. Но душа-то не демоничная, она же божественная. Поймите, то, что мы здесь назвали, там демон, там лишний, демон, дух, это все материя. Но вы смотрите глубже, смотрите, как на душу. Даже если демон родится, не важно. Попробуйте поменять его на карму. Попробуйте из него сделать божественного человека, из этого демона. Это реально все можно. Но для этого родители сами должны поменяться. Сами с вами должны божественными родителями. Вести себя правильно, все делать правильно, потом поменяться. Как Иисус говорил, кто к нему ходил, кается. Что он говорил? Иди, не греши, он говорил больше. Все, теперь, иди, не греши. Все, нету теперь греха на тебе. Покаялся, все. Если неправильное зачатие произошло, осознайте, что это неправильно. И все, дальше не грешите. Видите, нормальный, здоровый образ жизни. Все, делайте все правильно. И этот маленький ребенок, который демоненок будет, он потом поменяется. Почему он поменяется? Потому что родители являются авторитетом для ребенка. Всегда. И он пойдет за родителями. Какие бы они стали, он такой же станет. Он будет привычки к себе брать. Если это девочка, то она будет видеть в отце кумира своего. Она будет думать, что у меня муж должен быть вот таким в будущем. Потому что отец это пример. Если мальчик, он будет смотреть на маму, думает, у меня жена должна быть такая в будущем. Праведная, справедливая, честная, красивая. Все. Это его первые впечатления о жизни будут. Но если женщина себя ведет или мужчина себя ведет не так, как нужен, ребенок будет, ну да какой смысл, я такой же буду, как они. Подрастет, ну да все нормально, у меня мама так себя вела, папа себя так вела, я тоже себя так буду вести. То есть родители меняются, ребенок поменяется. Как же с этим две женщины, если она сделала уже одну? Понять, нужно осознать, что это неправильно и больше этого не делать. Осознайте просто искренне. Продолжайте заниматься духовной практикой. Самое главное, начать заниматься духовной практикой. Молиться, выполнять долг свой перед семьей, делать все правильно. Все, тогда греха уже никакого нету, если вы это осознали. Но если вы осознали и продолжаете все равно грешить, еще хуже будет. Грех усугубляется тогда. Карму все равно достанет. Если люди не меняются, то в предыдущей жизни попасть в чрево и в чреве убьют тебя. Если женщина делает аборт, и доктор, который убивает плод в чреве, оба получают угрокарму. В следующей жизни получают то же самое. Ребенок становится врачом, убивает врача. Потом женщина, то же самое, как она являлась инициатором, тоже получает плод в чреве, ее тоже убивают. Какая же это профессия? Когда эта профессия началась? Она вот началась 50 лет назад, может быть, максимум. Еще 50 лет назад, после войны, не дай бог, кто-нибудь узнал, что ты аборт сделала. Все женщины упили бы эту женщину, которая аборт сделала. Это такая нравственная культура была. Сейчас уже плевали на это все. Сейчас, если ты заберемененна и сделала аборт, ты, наверное, сумасшедшая просто. По крайней мере, два аборта, как минимум, ты должна сделать, чтобы быть модной в этом мире. Это демонизм полностью. Полностью сознание демонило у людей. Как можно забирать жизнь? Какая профессия? Все сейчас профессии такие все. Посмотрите, они все такие воздушные, эти профессии. Они говорят, сейчас мы вам удалим лишнюю плоть. И женщина думает, классно, вообще определение. Да, да, удаляйте, я не против. Но если врач скажет, сейчас мы убьем вашего долгожданного ребенка в вашем чреве, чтобы он там помучился, у женщины волосы дымом встанут, она убежит оттуда. Но нужно правильное определение, чтобы сделать плод, потому что деньги же сейчас я получил за этот аборт. Поэтому нужно очень тонко на психику повлиять, что мы сейчас удалим лишнюю плоть. Не переживайте, все нормально. И женщина говорит, ну классно вообще. Какая же это профессия? Демонизм просто. Давайте последний, наверное, вопрос, что уже время наверняка. Смирение и терпение. Вопрос отца и дети. То есть сначала, как у нас рождаются дети, мы для них пример. Но жизнь идет, и мы, получается, иногда живем с престарелыми родителями. Но бывает очень тяжело, потому что престарелые родители сразу разные взгляды. Приходится терпеть. Здесь смирение и терпение просто муча. А когда... Тогда можно протест сказать? Нету протеста никакого. Поймите такую вещь. Если ребенок обеспечивает своим родителям, не важно, какие они будут родители, какие хорошие, плохие, не важно, они дали рождение вам. Если ребенок обеспечивает своим родителям старость, какой бы он грешник не был этот ребенок, если он просто обеспечит им старость, то в следующей жизни по карме как минимум он получает, за то, что обеспечил старость родителям, он как минимум получает красивое тело, здоровое, то есть здоровье, хорошее рождение и богатство, он богатым будет. Только за то, что он создал условия старости этим родителям. Но если родители не понимают искренности, чувств отношений, им все равно как бы с чего-то не хватает и высказывают все равно какое-то негодование там... Попробуйте найти теперь позитив в его словах. Это, конечно, тема отдельной лекции, называется ведическая конфликтология. Может быть, в будущем когда-то можно прочитать этот семинар, но поймите такую вещь, что бы вам ни говорили родители, какую бы претензию вам ни выдвигали, поймите, что вы по карме просто заслужили это. Если они вам говорят, что ты мне мало денег даешь, знайте, что вы мало даете денег. Если еще какая-нибудь претензия, знайте, что они правы всегда. Более просто это их воспитание такое, их никто не воспитывал. Они же не воспитанные в основном, старики сейчас. То есть получается старикам можно ну пакостить и все что угодно делать. Ради пусть пакостить, это же маразм, все, люди уже больные, это просто больные. Знаете, нужно любить, две категории людей нужно всегда любить, это детей и стариков. Давать им как бы, ну, как говорится, ну, прощение, да простите их просто, потому что они уже, они уже не знают, что делать, как себя проявить. Это карма, они вас достают, потому что вы когда-то тоже кому-то набедокурили, когда-то вы были тоже стариками, и они вам тоже пытались что-то, а вы им там, ааа, почему, вот в этой жизни вы поменялись ролями сейчас. Ваша задача разорвать эту карму смиренно, как вы говорите, и с терпением до конца пронести свой долг, свой крест. Вот эта аппарат, какая она вас достала просто сейчас, догнала, она вас догнала, вам просто нужно ее выдержать, но если вы ее не выдержите, поменяйтесь ролями обратно, все, опять замкнутый круг, и так до бесконечности. Но вы должны ее прервать чем? Смирением и терпением. Попробуйте вытерпеть, терпеливо, 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 и тогда вы прервете эту цепь, и все, и они получат благо, и вы получите благо. Точно, ну вампир энергетический, точно. Конечно, все, поймите, что в прошлой жизни вы были таким же вампиром, мы тоже питались ей. Просто мы не помним это. Мы просто этого не помним. Память закрывается, говорится, забвение закрывает память. И то, что сейчас с вами происходит, это карма вас догоняет. Вот и все. Попробуйте к этому отнестись, как вы говорите, со смирением и с терпением, со страданием. Вампиры, хорошо, хотите энергию, возьмите ее. Она все равно не моя, эта энергия. Эта энергия Бога. Если вы хотите, пожалуйста, я здесь почему. А? Нет, а почему? Где вы такие знания нашли, что вы умрете? Да пусть пьет, поймите, когда вы открываете свое сердце искренне, то там получается бездомность. Ее хоть запейтесь, вы не сможете выпить, потому что вы искренне открываете свое сердце. Господь сам дает вам. Знаете, как история последняя? В Махабхарате есть такая история. Пять тысяч лет назад была записана в ведах как факт. Неблагочестивые одни цари, царевичи, они еще не цари тогда были, царевичи не были. Они при дворе, при всем дворе, огромном, царском дворе, там и царь был, советники были, и там министры, там кого только не было. И эти царевичи, сыновья этого царя главного, настолько обнаглели, что они взяли одну женщину, благочестивую, самую благочестивую женщину тогда на планете она была, они ее ввели в этот трон, на зал, и сказали, раздевайся до головы. Если ты сейчас не разденешься, мы тебя сейчас сами разденем здесь. Ну просто, безумие началось просто у людей. И когда они подошли к ней, начали с нее стаскивать одежду, цари называют, цари это такая длинная одежда, она женщину полностью делает привлекательной, потому что она закрывает все, что нужно, все, что нужно, открывает. И женщина становится очень привлекательная. И они начали с нее стаскивать. И она вцепилась за это сари. Вцепилась, не отпускала. И начала молить Бога, Господь, помоги мне. Она сначала сама хотела, сначала на свои усилия она опиралась, я сама удержу это. Как ты удержишь мужчину такой, сильный мужчина, он все равно победит тебя. И когда она поняла, что это бесполезно на свои силы опираться, она начала молить Бога, Господь, пожалуйста, помоги мне. И она отпустила тасари, она доверилась ему полностью. Помоги мне, пожалуйста. Этот царевич тянул тасари, оно стало бесконечным. Он ее тянет, оно добавляется, добавляется. И все в ужасе были. Этот царевич чуть не умер от усталости, пока он тянул тасари. Там такая гора получилась этой одежды, и он так не снял с нее, потому что Господь сам вмешался. Господь сам туда вошел и все, и показал, смотрите, как если человек доверяется Богу, никто не сможет противостоять этому. Может, это миф будет, это сказка, но кто знает ведические знания, он понимает, что это все реально было. Господь, он так действует, он даже сейчас это может делать. Вопрос, отпустим ли мы сами, мы будем сами на себя надеяться, или доверимся Богу. Если доверяем, не бойтесь ничего, Господь защитит вас. Для Него нет ничего невозможного. Вампирят? Да вампир, какие проблемы? Ему надоест вампирить потом. Он поймет, что от вас толку нет, его что-то вампирю ничего не получают. Да ладно, пойду другого искать, другую жертву буду искать. Отдайтесь, не бойтесь ничего, не потеряйте ничего, это бездомная. Это же энергия Бога. Давайте, всего доброго, спасибо, давайте, до завтра.